итак друзья всем здравствуйте для вас работает олег сегодня вы на канале мысли об истории также для вас работает модератор моего канала арина петербургская моя правая рука моя помощница и тоже привет большой спасибо что пришли друзья выходной день сегодня на мой канал как всегда у нас будет простой человеческое общение будем выяснять исследовать разбираться без криков без руганий без оскорблений так ну что давайте по традиции поздороваемся кто сегодня пришел всем спасибо лайки ставьте пожалуйста кстати друзья объявление небольшое моему каналу исполнилось вчера пять лет этого числа оставить пять месяцев извините оговорился пять месяцев моему каналу вчера исполнилось пять месяцев как я начал работать в эфире для своих подписчиков для вас но за это время хороший путь мы прошли я так думаю все увидите будем дальше идти работать все вместе так а сейчас я поздороваюсь друзья с вами так мишаня добрый спасибо что пришел иван семенов конечно же надежда чупахина ариша благодарю чтобы вас что пришли берта пришла берта спасибо вам олег тивунов конечно же привет как внучка там поживает так марина из калининграда здравствуйте валидела сатанычева здравствуйте здоровья вашей маме она в больнице жить насколько я знаю желаю здоровья морзилка германия конечно же приветствую вас алекс бойер приветствовал город луцк украина елена кузьмина здравствуйте и сын мустояпов здравствуйте мои постоянные зрители ольга данилишина не про петров с меня слушать здравствуйте органы данилишер анна бессонова здравствуйте моя старая подписчица здравствуйте калининград конечно ольга павлова тоже здравствуйте навара север север испании да спасибо ульга павлов все все будет нормально оксана бойко здравствуйте украина драгон стойкович приветствую тебя краснодарский край тоже старый мой подписчик ирина михеева здравствуйте барнаул соседи павел чунаков город колонна приветствую павел он светлана губарева харьков украину спасибо что пришли сегодня ольга сергеевна здравствуйте спасибо что тоже пришли приходить светлана п золотой светлана п здравствуйте светлана п андрей бушин курс конечно же приветствую елена гондарева украина запорожье опять под очень много людей за украины так если мустояков пишет олег поздравляю с первым юбилеем марина да и сын спасибо большое пять месяцев моему канал вчера исполнился маленький такой юбилей мой канал всего лишь пять месяцев работает и как бы все что-то нам удалось уже сделать потихонечку идем мы своим расследованием вперед спасибо ирина михеева за поздравление да ольга павла с днем рождения до канала моего дина сатаны чего спасибо вот александр мацыгора казахстан приветствую тебя александр тоже турист старый походник опытный все знает молодец и сам глина вода и конечно здравствуйте ольга лось приветного бурейска конечно же марина агафонова нальчик рад вас слышать миров фиарине италия конечно же мира приветствую вас или ваш милиции саратов галина бадаева из саратова у нас приветствую михаил козлов здорового дружище санкт-петербург екатерина бурдина вместе с дочкой аленой присутствует да елена багаева спасибо поздравляю с пяти месячной плодотворной деятельности на вашем канале да спасибо елена багаева большое за поздравление марина агафонова спасибо так полина екатерина нижний новгород здравствуйте вот нижний новгород два человека сегодня из нижнего у нас так кто у нас тут еще подошел сейчас быстро поздороваемся и начнем работу так милфофи добрый день милфа из финляндии милофи милофи из финляндии здравствуйте финляндия лапландия екатерина бурдина спасибо за поздравления с юбилеем канала пять месяцев ну такой маленький юбилей я не думал что сильно большой но все-таки пять месяцев я работаю для вас в эфире что-то вы за это за это время за пять месяцев что-то вы смогли узнать от меня это неплохо наверное думаю и дальше будем исследовать димитровград ольга к спасибо мансур добра дубна конечно под москвой приветствую мансур мой постоянный зритель или елена федина здравствуйте уважаемый елена федина здравствуйте так татьяна афанасьева добрый день башкирия меня смотрит недавно бы общался я с башкирии татьяна афанасьева да но солдаром асхатовичем разговаривали по телефону он в эфире проживает тоже блогер так андрей сивков приветствую красноуфимск андрей приветствую вас красноуфим сверловская область конечно же знаю лена ткаченко запорожская область спасибо лена за поздравление татьяна петлюк так это откуда у нас а татьяна из новосибирска здравствуйте значит где то вы рядом находитесь спасибо за поздравление с юбилеем наталья воробьева от улопа да оружейная столица тула тульское оружие тульский токарев даже код здравствуйте омск тоже омск шикарный город был я там командировки наталья капустианская здравствуйте конечно же дипа петров с наталья здравствуйте рад что вы пришли светлана губарева с юбилеем на вдохновение в работе вчера был день рождения совпала дата с канал до светлана губарева вот у вас совпало 5 числа вас день рождения 5 шла 55 месяцев моему каналу так двойной юбилей так ольга немтинова здравствуйте ольга наталья наталья ниченко наталья ниченко здравствуйте юлия сургут с нами сегодня спасибо что пришли далее далее колос пришла из варшавы по польше конечно здравствуйте так татьяна ефимова то у нас еще сегодня здравствуйте алла гончарова запорожье сегодня из запорожья очень много людей спасибо ерика трубецкая тоже из запорожья милласова таганрог шикарный город катерина дубев катерина приветствую спасибо что пришли мэри леди пришла с москва с юбилеем роман чесневич роман спасибо донецкая народная республика мы с вами спасибо днр так надежда никитина братск иркутской области здравствуйте нижней татьяна так бармина москва москва к так алекс исаев пришел алекс спасибо большое да сказал оговорочка по фрейз сказал каналу пять лет а ему пять месяцев ну значит будем жить помните фильме бой одни старики значит будем жить командир так далее ксав спасибо большое за пять месяцев много узнали информации еще узнаете не переживайте дай бог только здоровья и удачи и все будет нормально еще много еще много я вам расскажу всего интересного что вы не прочитайте ни в интернете не по телевизору и на бочинской всем привет алла кашляева спасибо большое алла кашляева только у меня не подключен к сожалению не донаты не супер чата поэтому пока не единственно если мне можно помочь друзья всегда под видео под стримами там номер карты сбербанка можно перечислить а для людей из других стран у меня paypal там счет есть номер поэтому пожалуйста кто хочет помочь моему каналу можете не подключена у меня там долго долгая процедура я все это запустил надо ждать поэтому не супер чата не донат я не могу получить сожалению только на карту сбербанка друзья на пока так так москва алла кашляева но все равно спасибо вам большое а вот ирина викторовна секундочку друзья секундочку прямом эфире ирина викторовна спасибо вам большое спасибо за помощь моему каналу для пользы дела написала спасибо ирина викторовна спасибо вам очень ваша помощь мне нужна спасибо и моему каналу прям низкий поклон за это так дальше идем друзьям мансур так да лайк авансом но друзья я вот вы лайки ставите я все равно буду работать вы увидите что не зря поставим так светлана лебедева добрый день огромный привет из горько из горьковской области да светлана спасибо горьковская область конечно же так светлин подошел из болгарии из барна спасибо светлин так архангельск подошел вот север нашей страны славный город архангельск так сергей мурашка екатеринбург и сергей приболел сейчас сергей александрович у нас здоровья ему желаю это сергей александрович напоминаю кто могилки дятловцев лопаты все очистил и гвоздички купил возложил на могилке заболел он болеет сейчас ну вот пришел в эфир так елена нова при чебоксары здрасте лена ну конечно старые мои подписчики всех вижу все всех вижу всех помню так спасибо за поздравить наталья косийская конечно же мур султан наталья косийская ничего страшного немножко посмотрите потом остальное в записи хочется знать про фото дизина угощает кого-то сахаром наталья мы это фото будем разбирать не сегодня конечно но и поговорим об этом потом подкрадуха что из себя тогда представляла база еличан подкрадуха тогда пятьдесят девятом году этой базы не было так галина литвиненко с днем рождения канала да спасибо расцветание развитие процветания кашира вот кашира галина литвиненко из города каширы подошла так привет всем брянск конечно же вот марина раутанайн лабландия здравствуйте финляндия так ольга кеммер конечно же здравствуйте герма проживает сейчас германии но пишет что ищи боксара раньше в чебоксарах жила вот елена но ваша землячка германии проживает вот вам пишет так ольга азарова новосибирска соседи да наталья косийская я и дальше буду работать и делиться с вами своими выводами конечно но я и вас и у вас выслушиваю не забывайте мы же вместе все обсуждаем вот комментариях вы мне пишите я вам отвечаю всем и мы вместе как какому-то знаменателю приходим обсуждаем спорим бывает как без этого это нормально да сергей александровича выздоровление модератор алина пожелала так лена багаев пишет вы работаете не зря лайк сработать не успела все посмотреть лена багаева но сегодня посмотрите ничего страшного какие-то вопросы будут зададите я на них отвечу прямо в эфире пожалуйста так давайте все закончили здороваться даман чесневич вот кошка пышка подошла кошка пышка славный город фрунзе он же бишкек здравствуйте так на этом закончим наши церемонии до пять месяцев моему каналу вчера исполнилось кто позже подошел и услышали пять месяцев я работаю для вас в эфире и буду работать дальше несмотря ни на что так друзья сегодня у нас стрим мы будем изучать фотографии не только изучать кое-какие фотографии я приберег люди задавали вопросы хотели увидеть но не каждый же может разыскать что-то в интернете понимаете да у меня за сборник фотографий по всем темам получается я могу что-то пояснить что-то рассказать поэтому чтобы людям не тратить время они все на моем канале могут это увидеть и сегодня вы это увидите так давайте начинаем работать 15 минут ушло на приветствие думаю ничего страшного так вот вы видите на заставке это маршрут группы дятлова изначально то есть он должен был быть кольцевым выезд из вижа это все считалось все вместе и дальше пошли то есть сорок первый второй северный и дальше мимо халат чахля в сторону от артена потом назад с от артена и дальше дальше идут до ойка чахля но связи с тем что у дятловцев планы изменились после вот этой ссоры все я так понимаю что игорь дятлов решил поход переделать в радиальный то есть грубо говоря они бы дошли до тартена и вернулись бы то той же дорогой то есть ойка чахали они уже не успевали туда пойти поэтому тем более они заложили лабаз все было понятно раз заложили лабаз то есть у них поход по получается радиальный то есть уходят на тартен там закладывают свой боевой листок возвращаться спускаются вниз и дальше идут назад до лабаза соответственно забирают оставшиеся продукты и возвращаются то есть по всей видимости маршрут они ну скорее всего был радиальный это все данные указывают об этом при этом я вам показал на карте как это немножко да еще раз вернемся к этой фотографии здесь вы все узнаете колю тибо тут он упал веселиться вот за спидом у него рюкзак обратите внимание к рюкзаку валенки приторочен он просто просто в свете лишь тормовки то есть там еще у него ватник в рюкзаке я к чему это фотографии все пока всегда показываю второй раз уже вот эта палка обратите внимание да бамбуковые все они были они легкие очень но прочные на изгиб на излом и вот вот эту палку какой-то изувер из сценировщиков пополам рубанул и подперло основание этой фальшивой палатки понимаете просто чтобы знали и не так то просто даже об колено сломать ну то есть турист настоящий никогда эту палку не сломают потому что потом идти с одной палкой но это не айс поэтому вот такие палки были просто вам показываю и обратите внимание да вот настолько не холодно тепло то есть коле штормовки и в легкой шапочке к тому что все удивляются почему они легко одеты да потому что тепло было и чтобы не потеть всю лишнюю одежду в рюкзак то есть фуфайку убрал убрал естественно у него была ушанка она тоже была в рюкзаке и все остальное легкой шапочки чтобы не потеть рюкзак тяжелый спокойно идет на легкие и нормально рукавицы все ноги в тепле у него на лыжах все нормально так вот это интересная фотография сейчас вам поясню помните аскенадзе рассказывал что полковник артюков георгий семёныч в руке в мертвой руке трупа семена золотарева увидел блокнот и достал его и всю фотографию мне нельзя показывать то есть ниже вот здесь труп семена без глаз там все изувеченный и солдат его придерживает так вот это блокнот из руки мертвого георгий семёнович вытащил я вам эту фотографию хотел показать ну то есть труп нельзя показывать по правилам ютуба а руку можно вот рука георгий семёнович артюков правая и вот обратите внимание у него в руке вот этот блокнот то есть совсем маленькая записная книжка и вот по словам аскенадзе она была зажата вот это доказательство что многие говорят в интернете все эти копии ломают что да не было блокнота это все аскенадзе придумал и так далее нет на самом деле есть фотофакт то есть есть полная фотография я не имею права здесь показывать на ютубе она есть вот этот блокнот в руке пожалуйста но опять же здесь маленький нюанс есть аскенадзе говорит что она он был зажат в руке мертвого семена золотарева а мы же мы же можем все варианты рассматривать вы не думаете что допустим вот этот блокнот у него из нагрудного кармана вытащить трупа мог бы мог вполне то есть понимаете то есть именно фотографии что он в руке у него зажат нет есть фото что Артюков его достал и держит в руке блокнот понимаете я вот к чему говорю то есть нет стопроцентных доказательств что он был зажат все удивляются как так в воде пролежал и в руке был зажат блокнот ну все удивляются типа может он что-то записать хотел да ничего он не хотел записать если он в руке был зажат значит инсценировщики просто воткнули в руку а если не в руку то значит в нагрудный карман вот полковник Артюков и достал этот блокнот естественно он был пустой ничего там не было записано но фотография есть такая вот здесь ниже его руки труп Семена Золотарева его придерживает солдат и вот Артюков склонился прямо очень низко видимо вытаскивал либо из руки либо у него из кармана нагрудного и вот этот блокнот то есть он совсем небольшой это даже не дневник который дневник Золотарева Семена найден в рюкзаке в палатке а это именно блокнот какой-то для каких-то записей совсем маленький вот обратите внимание рука Артюкова Георгий Семенович по размеру и размер блокнота он грубо говоря в ширину с ладонь даже меньше такой мини блокнотик я бы сказал даже не блокнот просто меня спрашивали просили показать эту фотографию я ее показываю это фотофакт зафиксирован то есть у Семена был блокнот Георгий Семенович Артюков его в руке держит есть полная фотография поэтому по правилам ютуба по политике не имею права показывать извините так все это мы обсудили да посмотрите пожалуйста еще раз я покрупнее сделал поэтому в принципе можно меньше сделать я сделал покрупнее надеюсь все увидели так идем дальше так а вот эта знаменитая фотография это Юрий Ефимович сам живой в руке в рубашке это он держит вот этого мишку знаменитого помните мне задавали на позапрошлом стриме вопрос у вас есть фотографии этого мишки я сказал что я его покажу этого мишку вот пожалуйста смотрите вот этот мишка который подарил ему Люда Дубинина то есть который питал некоторые чувства так скажем сердечные и вот они расставались когда на память она то есть это мишка самодельный то есть он еще это сшит видимо Люда сама сделала его то есть не магазинный посмотри это вот самоделка получается индивидуальное творчество Люда его сшила и когда они прощались она подарила на память и всю жизнь он его хранил а сейчас этот мишка находится в музее у Юрия Константиновича на квартире он до сих пор сохранен то есть вот этого мишку Люда сделала то есть она держалась в своих руках потом Юрий Ефимович сейчас это в музее то есть очень такая вещь очень ценная представляете да этот мишка энергетику Люды хранил и потом Юрия Ефимовича Юдина вот он его здесь в руке держит ну показывал когда живой еще был крупным планом сняли попросили показал да это вот руки Юрия Ефимовича Юдина скончавшегося в 2013 году напоминаю его прах вот видео которое для нас снимал для нашего канала Сергея Ефимович Мурашкова жители Екатеринбурга там есть надгробие урна с прахом Юрий Ефимович захоронен там рядом с ребятами то есть теперь они там все вместе так ну посмотрели да вот этот мишка Люда Дубининой подаренный ей на память это меня подписчики просили вот я показываю я всегда кстати стараюсь выполнить желание подписчиков по какой-то информации то есть человек не знает не может найти я стараюсь как бы показать это чтобы человек знал видел это потом стрим даже в записи посмотрит увидит будет иметь представление что это за мишка да мы думали там какой-нибудь медведь игрушечный там большой магазин и нет это вот самодельный буквально такой вот медвежонок получается Люда Дубинина его сама сделал шива так идем дальше друзья так а вот эта фотография это вот знаменитый он же чум он же шалаш как его только не называли у нас то есть по всякому по всякому его называли надеюсь видно да сейчас чуть чуть поменьше сделаю так сейчас секунду чтобы вниз 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 было вам видно так давайте так сделаем да надеюсь видно теперь да вот дятловцы шли мимо сфотографировали то есть понимаете вот из жердей то есть срублены деревца такие небольшие сложены на них рога лося видимо добыча лося охотник добил и вот этот знаменитый хорей то есть хорей это палка которую погоняют оленью упряжки то есть разные народы и ханты и манси ездят вот этот хорей то есть оленя хореем немножко постукивать то что он поворачивает допустим управление идет вот хорей оставлен почему-то здесь кто шалаш называет диктуру никакой здесь могилы под ним нету кто там говорил что там кто-то закопан просто сложили может быть шалаш был охотничий от ветра укрывались то есть сверху можем могли шкурами покрыть которые на нартах приторочены там лежат кучей допустим сделали шалаш обложили шкурами переждали по углу какого-то ненастья ну то что хорея оставлен конечно это немножко необычно обычно ну когда погонщик не расстанется с хореем то есть это такое дело индивидуальное у каждого он свой но рога лося говорят о чем то что здесь где-то был добыт лось то есть соответственно то что там разделали или как но увезли утащили но хорея не тут надо дальше думать рассуждать почему здесь хорея местные охотники оставили но это никакая не могила не захоронение к этому так так они своих не захоронил именно в таком виде то есть это какой-то знак то есть лося говорят о чем-то что а хорея могли оставить может быть потом как-то приедут или еще у них допустим не знаю почему хорея тем не менее хорея стоит тут надо смотреть разбираться дальше так все увидели да просто все об этом слышали но вот я вам показываю знаменитый как шалаш его нам называют так идем дальше так вот это интересная фотография тогда же сделаны поисковиками там вот один из них стоит непонятно кто вот наш кедр знаменитый и вот остатки костра получаются то есть вот одно бревнышко потолще там поменьше идет тут уже снегом понятно засыпал но вот здесь костерок такой был не скажешь что огромный костер но какой-то костер был по нашей версии здесь просто инсценировщики грелись когда-нибудь все дела совершали трубку туда-сюда таскали просто для себя разожгли до грелись инсценировщики на это вот так получается вот обратите внимание здесь костер с правой стороны а трупы юры кривонищенко и юры дорошенко лежали с левой стороны то есть вот где край в край фотографии слева от кедра то есть кедр не вот этот справа не так большой а вот этот наклонен наклонен вот этот наш кедр и вот с той стороны трупы лежали как раз дорошенко и ванищенко трупы нам нельзя показывать в эфире поэтому такую фотографию выбрал чтобы вы поняли то есть даже логически если люди умирали от замерзания да логику опять включаем наверняка они бы были где-то даже если скончались возле костра где-то рядом понимаете они лежали совершенно с другой стороны в 3-4 метрах от костра так не так от замерзания не умирает отсюда отсюда вы это притащили там скинули просто вот и все давайте друзья идем дальше так но эту фотографию все видели просто я показываю для тех кто не видел все-таки возвращаясь и потом на заставку поставлю то есть смотрим да но здесь внизу на нас смотрят север там юг кедр получается вот там на возвышенности и вот где синяя стрелка от кедра спускаемся вот здесь этот ручей здесь четверку дядовцев нашлись травмами то есть тибо Люду Дубинину Сашу Колеватову и Семену Золотареву то есть где вот синяя стрелка здесь тут общее фото сделано с северной стороны здесь ручей под снегом то есть он еще не раскопан общий план фотографировали а чуть выше настил 22 метров получается здесь же это поисковики просто общие планы фотографировали когда возле кедра нашли коптилов с Шаравиным кривеничка и Дорошенко потом трупу унесли туда выше и стали они лазить общие планы здесь снимать и вот сняли с этой стороны где кедр почему они расстояние примерно это просто общий план сняли и вот эта фотография сохранилась получается да кедр очень легко найти наш хотя там три кедра сейчас находится но тем не менее легко найти вот эти три больших дерева красным обозначить кружком и стрелкой мы встаем лицом сюда на север спиной на юг и 120 градусов справа за спиной у нас будет по правой руке будет кедр направление на кедр то есть потом просто надо будет подняться мимо ручья где тела нашли мимо настилы выйдем к трем кедрам вот один из трех кедров наш просто нахождение а вот эти три больших дерева они до сих пор сохранились естественно они сейчас больше но они три рядом растут то есть ориентировки хороший от них надо искать кедр так скажу а вот если мы лицом стоим сюда к нам на север а по левую руку получается на 120 градусов это редколесие перейти и дальше туда на высоту 1079 подъем будет то есть там будет три ряда курумника и дальше ровная поверхность на высоту мы выходим где палатка стояла то есть идею поняли да общую от высоты 1079 вот справа угла фотографии спускаемся через курумники вниз с горы проходим этот лес здесь немножко площадка и до кедра опять надо вверх подниматься то есть они ни на одном ни на одной линии здесь нету ровной поверхности тут сразу идет резко подъем в гору горка такая ну соответственно с этой горы сверху течет ручей под снегом и вот здесь эта синяя стрелка здесь был как раз скинуты тропы четверых и закидали снегово лопатами инсценировщики я почему это повторяю потому что не все это видели кто-то на мой стрим первый раз пришел допустим люди работают не видели сегодня выходной он будут будут рассматривать да ну вот это самая главная фотография я потом на заставке и оставлю это поближе тут тоже тоже место то есть спуск от кедра но совсем близко то есть все мы здесь видим вот яма с ручьем вот здесь нашли люду дубинину колю тибо семена и сашу колеватова то есть одну сторону раскопали а та стенка высокая на 4 метра почти 4 метра а здесь было где-то 2 2 2 52 70 как аскенандзе говорил снега и вот они здесь раскопали вот слева мы даже немножко где красная стрелка яма с ручьем написано слева даже немножко кусок камня этого вида на который тело люди дубинины наваленные нашли это здесь она слева на переднем плане нам ну и все а за ручьем 22 метра вверх этот яма с настилом раскапывает которую потом и относила опять вверх поднимаемся левее берем южнее вот он наш кедр их там три стоит но наш вот здесь получается а направо вверх высота 1079 не гора здесь немножко неправильно написано она никогда не было это склон высота и вот они три больших дерева ориентира по которым кедр от которых можно искать еще раз повторюсь встаем лицом на север вот сюда на фотографии спиной к югу правая наша рука 120 градусов вверх получается по направлению если компасом посчитать градусов 120 примерно не знаю что 10 я очень грубо говорю по правую руку за правую за правым плечом у нас будет направление на кедр так здесь до него идти сейчас скажу вам даже так секунду так 70 20 так 70 и здесь получается где-то метров 75 80 от трех больших деревьев до кедра не более 80 метров так идем дальше так это знаменитая фотография как ее называют совещание что делать куда идти кто-то называть совещание почему ее привожу не для того чтобы там рассказать что они здесь делают что я думаю здесь опять же мы возвращаемся к экипировке туристов обратите внимание то есть поднялся сильный ветер в легкой штормовке уже очень тяжело правильно соответственно смотрим вот здесь за игром дятловым саша колеватов стоит с капюшоном у него штормовка и фуфайка из-под низ одета обратите внимание то есть одевается фуфайка сверху штормовкой то есть он стал полным таким пододел под себя то есть уже уже холод обратите внимание на игоря дятлова тоже у него сверху штормовка а внизу у него фуфайка то есть человек утеплился пурга началась соответствующая ну и тут видимо семён золотарёв стоит лицом к вам третий справа тут тоже но он фуфайку сверху накинул видать приготовился тоже из рюкзака вытащил утепляться будет то есть вот обратите внимание здесь по всему виду из рюкзаков достают теплую одежду то есть поднялся ветер сильный полга надо утепляться люди прямо здесь утепляются это вот по экипировке вопросы многие задают почему они в легкой одежде шли потому что жарко было тепло 10 там 12 градусов 10 фуфайки здесь как бы очень жарко тащить на себе все вот пожалуйста а здесь вот чуть мороз пурга поднялась все люди утепляют начинают одеваться такие дела то есть фуфайки у них были приторочены к рюкзакам у каждой валенки если вы видите никто валенках не ходит на лыжах так идем дальше так эта фотография из похода здесь они это по лозе они идут от второго севера как раз пошли еще веселые такие вот привал сделали то есть два часа идем 20 минут привал он скинули за рюкзаки что интересно семён постоянно рядом зины они шли так вместе то есть дорогу в этот раз бил семён за ним зина шла дальше тут рустик и вот юра дороженко стоит я же рассказывал да юра дороженко он самый здоровый самый метр восемьдесят с чем-то рост самый высокий в группе самый здоровый был в турсекции вот юра здесь штаны на лямбах ну жарко расстегнул штормовку стоит улыбается русик там что-то снимать собирается слабо один шапочки свои если семён тоже кричит что-то рустику кричит а зина обратите внимание голову подперла руку и все записывает ее как не увещано постоянно что-нибудь пишет у нее дневник большой такой записями вот просто характерно как вот они на привале себя вели а юра дороженко смотрит за зины тем не менее в эту сторону на зину смотрит помириться хочет так давайте дальше так вот это же фотография только немножко с другого ракурса я еще обратил внимание саша колеватов всегда впереди люди дубинина не твоим как-то шли все всегда тоже интересно он сам саша колеватов шапку снял жарко смотрите с он улыбается сидит довольный но юра стоит колите бог с фотоаппаратом фотографировать приготовился по моему оглянулся а их фотографирует игорь дятлов так я понял это привал у них 20-минутный то есть два часа идем 20 минут привал в рюкзаке обратите внимание еще очень тяжелые 38 килограмм примерно там было ориентировочно да интересно вот от живы здоровые никто не ничего не предвещал это они по лозе еще даже на успею свернули идут то есть по руслу реки вот за спиной это берега реки лес они по реке идут обратите внимание снега навалил очень много то есть лыжи полностью в снег уходит эти очень тяжело постоянно чистить надо очищать проваливаются так вот обратите внимание привал до это вот уже то есть так называемая дневка то есть это вечер не вечер дневка то есть костер обратите внимание два ведра ведре в одном чай либо кофе то есть подогревается варится неважно а во втором каша либо суп обратите вот прямо над костром все четко люди вокруг садятся у каждого кружка то есть они даже и суп или кашку из кружки кушали то есть ну хотя нет тут слева странного одного котелок но неважно не суть в основном из кружек пьют и кушает человек из кружки вот так же возле костра сидел коля типа в последнюю ночь дежурный и ел кашу овсяную из кружки эту кашу в кружке замерзшую там потом и нашли когда его убил убили ударили два раза два удара получил вот он сидел также возле костра ночью то есть грелся заодно кашу себе разогрел под утро уже кушал вот видите там просто получается в ведре в одном половник то есть скорее всего это суп суп все таки а вот дальнее ведро наверно наверно все таки либо чай либо какао греют уже разогрели то есть это уже обед то есть дневка обед там не знаю там в час в 12-2 где-то встали разложили костер зажгли может даже палатку еще не раскладывали просто сели так покушать потом уже вот такие обеды в походе то есть получается вместо мало и рюкзаке насколько всего продуктами даже и котелок иногда просто кружка она из нее же пьешь тут же сполоснул из не уже там чай пьешь из нее же там супчик или кашу кушаешь кружка ложка все идем дальше так но этого фотографии тоже все видели то есть по лозви они здесь идут коля тебе бог капюшон на свою шляпу высокую накинул улыбается вот семён за ним тут там дальше рустик слева людо тоже обратите не хотел почему обратить внимание штормовка у коля типа вообще расстегнута то есть там у него свитер а за спиной вот рюкзак валенки приторочены и что мы видим с вами фуфайка то есть фуфайка тоже сложена прикручена к рюкзаку рюкзак очень большой получается у Семена Золотарева тоже у нас склонился тяжелый рюкзак сзади у него валенки приторочены ну и ледоруб торчит если вы видите и так у всех очень большие рюкзаки но это они остановились то есть это перекур люди люди вообще налегке скинула рюкзак тоже встала в кадр все они здесь почти вот у Семена Золотарева обратите внимание фонарик на слева на кармане висит на пуговице интересные фонарики вообще такие фонарики были у немцев трехцветные то есть у них светофильтр на стекле там надо рычажок переводить красный красный зеленый сиреневый по моему или желтый даже трехцветные вот немцы такие фонарики были наши часто трофеи брали во время великой отечественной ну а потом видимо или выпуск наладили как рюкзак фонарик с квадратной батарейкой а то Семена всегда как не посмотришь он он всегда у него с собой на пуговице висит то есть чуть вечер раз включил пока рюкзак раскладышку пока палатка все фонариком подсвечивал себе вот остальные тут видно скинули рюкзаки отдыхают так идем дальше так секунду еще возможно рюкзаки ну вот большие получаются я подумал где-то палатка здесь но это потом у нас не на этом там будет колить ему нести там будет похоже что палатка прикручена к рюкзакам это двенадцатиместная сверкнутая свертка это не на это так а это вот обратите внимание я уже показывал давно давно еще на самом первом стриме это для тех кто не видел вот это наше уголовное дело по детям два тома этого дела это сфотографировано там в архиве на столе то есть достали дело сфотографировали его и вот обратите внимание на обложке начатое окончено справа в правом в правой книге дело начатое вот стоит 6 февраля 59 года обратите внимание закончена 28 мая 59 года окончена штампы разные стоят но это вот видно это вот это дело два тома сейчас хранятся также сверловском областном архиве они там родственники дятловца могут с ним ознакомиться но там разрешение прокуратуры нужно письменно то есть там тоже не пробить не пробиться не дают рассказывали уже я привел кто просто позже пришел на на стрим это я в декабре на стриме рассказывал показывал кто-то но вот еще раз решил показать для всех кто не видел как выглядит это уголовное дело ну то что мы видим на сегодня усеченное но там тем не менее какое есть другого у нас нет к сожалению то есть пусть можно назвать это накопительными папками другого у нас нет все что все что на на сегодня есть это вот возможно что у нас где раздербанены что-то изъято оттуда в 90-х годах сейчас всплывает показывают иногда схемы всякие фотографии у вас все возможно возможно что не чисто плотные какие-то работники были кто в те времена неизвестно обвинять никого не будем периодически что-то всплывает в интернете так все идем дальше друзья так но это вот общая фотография просто чтобы вы знали кто как выглядит фигуранты так называемого нашего дела слева вот здесь стоит манси степан куриков депутат городского совета города ивделя степан куриков по национальности манси смотрите там еще вот один манси за плечом у него стоит так вот следователь иванов полушубки стоит в очках прищурился от солнца шапки это вот следует младший советник юстиции иванов так здесь вот типикин стоит тоже вы о нем слышали рядом борис лапцов который палатку нашел всем наверно наверно видно если не видно я могу на увеличить сейчас секунду по моему всем уже видно чтоб лица лица разглядели получше да как мог приблизил посмотрите пожалуйста тогда надписи ушли немножко в общем смотрите это сделаем так пусть масштаб будет большой вот типикин стоит и рядом с ним борис лапцов шапки вот он был руководитель это студент борис лапцов его поставили руководителем группы то есть туда ходил и шаравин и коптилов ну как бы старшим назначили слабцово рядом со слабцовым в действителье стоит аксель рот мастер спорта любитель на тартене посидеть двое суток вот это он так через одного человека вот военный стоит шапки с кокарды этого наш капитан чернышов кто не знал вот он пожалуйста то есть как он выглядит это преподаватель напоминаю с сержантской саперной школы курсантами этой школы сюда они были высажены искали щупами трупа ребят вот капитан чернышов так обратите внимание сам справа красным углом обведен это сергей согрин поисковик то есть который сейчас краснодаре живет как мне сказали живой слава богу дай бог ему здоровья вот сергей согрин шапочки светлые самый справа крайне но вот эти люди вот участвовали в поисках вы знали то есть иванов здесь почему на фото он уже не сразу сначала тимпалов занимался потом тимпалов отстранили отдали иванову то есть это после 4 марта получается то есть уже рустема нашли и трупы уже выводили в морг отправили вот иванов здесь уже находится он слева депутат куриков наш городского совета которые потом в область ездил в обком для чего-то после его визита арестованных манси всех оставить не арестован задержанных отпустили вот это степан куриков то есть пользовался авторитетом депутат шаманом уже называли там ну тем не менее пользовался авторитетом то есть представлял манси в городском совете решал вопросы там сидел на сессии вместе вот так вот они выглядели выглядели вот справа согрин еще живой самый правый крайне красным обведен сергей согрин да я думал екатерин в краснодаре проживает дай бог ему здоровья сейчас вот он блог ведет в ю тубе есть вы видели рассказывает вот это наш сергей сергей согрин один из поисковиков живой слава богу еще идем дальше сейчас секунду мы это дело будем сейчас что в кадр все вошло у нас да это также на лозви они остановились видно вам да да я почему эту фотографию привел друзья сейчас поясню смотрите все таки вот саша колевата всегда на позитиве помните визжай он улыбался там улыбался на предыдущий здесь сидит вот он в капюшоне сидит улыбается отдыхает то человек доволен жизнью веселый человек остроумный он же день рождения своем придумал помните да елена колеват а племянница раскрас종а ска forgons аша ты просто придумал был придумчик что всех по веселить и придумал себе день рождения хотел у него в ноябре было онرا сказал что вот у него в декабре поэтому они и праздновали и фраза мы празднули рождение саши колеватова соответствует действительности они действительно празднули день рождения потому что сразу саша так вот сказал всем вот веселый сидит вот семён золотарёв тоже не снимая лыж что-то смотрит а почему я фотографию то решил вам показать друзья обратим внимание людо ставить зина калмагорова стоит и что-то там она делает и вот вот эту фотографию почему-то называют что она по сотовому телефону разговаривает ну понимаете что никакого сотового телефона тогда и близко быть не могло и не было ни перемещения души ни машины времени вот что-то она там приложила делает но кто-то говорит мы все видели она разговаривает по сотовому телефону то есть у нас люди любят пофантазировать придумывать сказки на самом деле этого нету поэтому можем даже фотографии 150 раз увеличивать сейчас секунду сейчас 150 раз мы ее сейчас увеличим но нету здесь никакого телефона то есть она что-то делает но непонятно остановилась расстегнулась но это не сотовый телефон явно поэтому можете посмотреть друзья ну вот так фейки рождаются а мы видели все все у них был сотовый телефон и радиостанция еще прицеплен они прямо сообщали о каждой точке своего маршрута зина звонила прям по сотовому сообщала штаб штаб знал все а в упи сидели люди со вторым сотовым тариф у них был фора вот они принимали сигнал вот так плодятся сказки друзья ну вот саша смеется он смотрит зина там что-то делает видимо весело стал ах что она там вот он и смеется саша колливатов позитивный ладно друзья идем дальше ну здесь вы все видите это упи здание главный корпус сейчас уральский федеральный университет да просто вот решил вспомнить наша Люся Дубинина Люда Дубинина здесь она на третьем курсе вот сидит с книжкой на лавочке сейчас этих лавочек даже нет сидит сентябрь месяц осенью же Люда Дубинина здесь можно носить это 20 лет и было напоминаю когда ее убили даже не сентябрь это да к 7 ноября они готовятся праздник флаги развесили да это уже поздняя осень получается так друзья сейчас мы с вами так это тоже на лозе вот у них дневка остановились отдыхают даже не дневку 20 минут что они перекур просто тоже вот интересно Семен там что-то делает Юра Дорошенко вот Зина решила сфотографировать тот кто ее фотографирует а фотографирует Рустем друзья потому что смотрите вот Семен сидит Юра Дорошенко стоит за ним слонился Саша Колливатов Зина Люда Дубинина спиной стоит Юра Кривонищенко в своей шапочке Коля Тибо Игорь Дятлов что-то с экспонометром скорее всего делает а Рустик решил всех сфотать а Рустика решил Азина сфотографировать вот обратите внимание то здесь восемь человек наших дятловцев то есть вся группа кроме Рустика а Рустика их фотографирует тоже интересно у Игоря в руке фотоэкспонометр скорее всего Ленинград он часто им пользовался с собой взял взял в поход может выдержку смотрит по направлению данные чтобы на фотоаппарат поставить тоже будет фотографировать все отдыхают рюкзаки скинуты немножко 20 минут перекур дальше идти вот Семен что-то там прикладывал возможно у Семена даже фотоаппарат там непонятно и вот обратите внимание Семен сидит на рюкзаке и торчит все тот же ледоруб то есть он как альпинист бывший взял с собой ледоруб то есть ледоруб который найден возле фальшивой палатки это ледоруб Семена Золотарева вот такие маленькие частности детальки вот тем не менее они постепенно выясняются только когда мы начинаем изучать фотографии мы и дальше будем изучать это так пока только начало так скажем особенно у нас будет много изучения когда мы о палатке начнем с вами разговаривать когда я вам приведу фотографии всей этой фальшивой палатки 4 метра 33 сантиметра и настоящей дятловской 12 местной вот там мы будем четко изучать вот тогда вы точно увидите все там будет интересно друзья у меня все это готовится я сейчас собрал уже все это то есть скоро у нас будет прямо стрим может большой может на два даже сделать начнем про палатку еще будет по 41 отдельный стрим отдельный будет по Огневу по его бригаде геологов стрим то есть предстоит еще нам интересно довольно разбирать по Пашину леснику будет отдельный стрим потому что видео выпускать там мало будет все-таки лучше на стриме это расскажу вам друзья все у нас будет это коснемся Хакимова начальника лак отделения номер восемь визжает уже немножко ну это когда будем про Пашина рассказывать заодно по Хакимову когда я будем разбирать 41 там по сотому кварталу заодно расскажем там ремпеля коснемся Ряжнева начальника леса участка Дряхлых будет инженер там присутствует в нашем рассказе в общем предстоит нам истории очень интересные будем все рассматривать друзья ну вот пока смотрите вся группа вот Рустика их фотографии вот все восемь человек устали понятно Семен даже на рюкзак сел отдыхают немножко поразмяться Юра Криванищенко спиной стоит что-то с Колей Тибони общались они с Колей вообще очень дружили общались что тут Коля Коля говорит обратите внимание Игорь Дятлов отдельно стоит он как бы руководитель то есть он с экспонометром возится чем-то занимается а Люда она всегда обратите внимание Саша Калеватов слышно Люда всегда рядом с Сашей Калеватом если Саша Калеватов идет за ним всегда Люда так вот они видимо привыкли или как-то уже сложилось у них шли да а Юра Дорошенко всегда за Зиной идет то есть Зина идет за ней всегда Юра как мы не посмотрим везде Юра рядом так друзья дальше идем с вами так а ну все мы и пришли уже это бамбуковые палки знаменитые группы они у всех были не только у них просто пока Коля Тибу свалился сейчас вставать будет буковая палка вот эту палку и сломали инсценировщики ее не так-то просто сломать но тем не менее торопились что не сделает никогда ни один турист тем более далеко от цивилизации от жилья так это было так ну это вот опять мы местность видим маршрут изначальный маршрут который в картах был у Рягина прорисован то есть который он Саше Калеватову дал и тут Игорь Дятлову передали это вот маршрут до Тартена и дальше Кольцевой но в связи с тем что там произошел у них конфликт с пастухами и потом они лоба заложили с продуктами я подозреваю что Игорь Дятлов решил радиально идти то есть до Тартена потом назад и домой то есть на Уйка Чахаль они бы не пошли у них времени не хватало не хватало как раз он сказал что задержится до 15 числа то есть только вернуться до Вижая то есть на Уйка Чахаль на штурм они бы не пошли на эту вершину ну планы поменялись получается у нас так сложилось всё снег тяжелый тяжело было торопить бить лыжню немножко поэтому задержались Игорь как опытный походник правильно что три дня вперед взял поэтому передал Югину сообщил в турсекцию задерживается то есть он четко засчитал время маршрута стоянки чтобы дойти до Тартена вернуться и назад но тем не менее им бы засчитали если бы они остались живые им бы засчитали зимний поход третьей категории то есть и все бы получили разряды то есть уже самые высокие получается у Игоря Дятлова был высокий разряд сам ему остался до мастера спорта еще один поход остался 11 Семен Зол vagy Сел Felix бы получил мастера спорта ну и остальные у Зины разряд стал бы самый высший у Журы Дорошенко насколько я помню Вот у них я точно помню что у них бы стал самый высший разряд по туризму то есть там ну это как получается кандидат мастера спорта то есть следующий разряд следующий это уже мастер спорта был То есть к нему бы и приблизились Зина Калмагорова и Юра Дорошенко А Семен бы получил мастера спорта бы автоматически то есть сразу. У него это был 31 поход, поэтому тут даже он просто бы получился сразу по званию. То есть тогда это спокойно решалось. Гороспорткомитет представлял все данные, все это решалось. То есть есть подтверждение, есть маршрут. Мастер спорта это вообще высокое звание само по себе, и по туризму тем более, и в те времена, и сейчас. Не так-то просто мастера спорта получить, уверяю вас. Я занимался многоборьем, я первый разряд взрослый получил, тогда еще. То есть я до КМС не успел, но я успел первый разряд у меня по многоборью. То есть многоборье сами, если никто не знает, посмотрите в интернете, какие виды спорта включают. Всеми ими я занимался. У меня первый разряд по многоборью. То есть я умею многие вещи в жизни, ну и в спорте делать. Сюда входит и фехтование, и конный спорт. Ну посмотрите, что в многоборье входит. Плавание и так далее. У меня первый разряд, так просто к слову пришлось, рассказывал о мастерстве ребят. Первый разряд по многоборью у меня официальный, то есть я его завоевал, на соревнованиях мне присвоен официально. Так, друзья, на этом мы сегодня с фотографиями с вами закончили. Так, а теперь вопросы, пожалуйста, пишите. То есть ставим капс на клавиатуре и крупными буквами пишем вопросы. На все вопросы я отвечу. Лена Гондрова спрашивает, что на фуфайке лежит перед согряным? Давайте вернемся, не вопрос. Елена, давайте посмотрим, что там лежит на фуфайке. Вместе с вами рассмотрим. Мы не задавались такой целью, но сейчас мы это посмотрим с вами. Что перед согряным на фуфайке? Удастся ли это рассмотреть, друзья, давайте посмотрим. Так, перед согряным ничего нету. Вот он стоит справа самый согрин, у него лицо обведено красным кружком, Сергей согрин. Перед ним нет фуфайки, то есть снег, все. Лыжная палка воткнута, все, ничего на фуфайке там нету. Видимо другая фотография, не про согринавы говорили, но здесь, здесь перед ними, на переднем плане ничего нету. Вы, видимо, про другую фотографию сказали. Давайте, я оставлю вот эту фотографию знаменитую оставлю, чтобы люди ориентировались, кто не знает. То есть яма с ручьем, это ручей, где трупы нашли в 20 метрах выше, это настил и выше, южнее кедр наш. Оставим вот эту фотографию. Давайте. Так, задаем вопросы. А, написано, может, ухо Зина почесал, там непонятно оно. Саша Калеватов смеется, сидит, шутят, видимо, о чем-то. Саша как раз и смеялся, Калеватов, что Зина там что-то на ухо делала или поднесла, ухо что-то. А Саша смеется, сидит на позитиве. Да, Маргарита пишет, может, шапочку поправляет, может, что-то Калеватов пошутил, она решила шапочку поправить. Берта, ну, другой фотографии я сегодня не привожу, поэтому дальше будем, может. Да, Арина Петербургская, спасибо вам. Правильно, здесь вы для того, чтобы здесь хейтер не засоряли, не мешали людям выяснять что-то. Да, Саша Мацигора, я iPhone, конечно, был седьмой или десятый. Драгон Стойкович, Золотарев на рюкзаке сидит, там оттуда ледоруб торчит. Да, Арина Гондарева, что-то Зина к уху приложила, а Саша Калеватов смеется, видимо, пошутил что-то сказал бы она. Да, Саша Мацигора, я iPhone, я иду, 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 я иду. Может, косичку убирала, лента там же у нее была, Миша Козлов, правильно, все может быть. Да, Алена, естественно, никакого сотового, но вот у нас есть фантасты в интернете, уже приписали, что Зина Калмогорова по сотовому разговаривала с УПИ, а в УПИ второй абонент у нее был. И она с лозвы сообщала, где они идут. Это вы тут между собой обсуждаете фотографию, где Зина там протягивает что-то. Кстати, там не обязательно сахар, там могло быть кусочек сала, допустим, они с собой в целлофане несли. Сало всегда берут в походы зимние, оно сытное и силы поддерживает. Может, сало, сахар был, там трудно разглядеть, что это такое. Некоторые говорят, что вообще это сухая горючая таблетка, чтобы что-то разжег человек там, допустим. Зина решила сфотографировать Рустика, а есть такое фото? Лена Багаева. Надо смотреть, я точно не помню. Но здесь они все восемь, а Русик их сфотографирует. А Зина и Рустика сфотографирует, тут всем понятно уже. Алена А спрашивает, кто нес палатку? Алена, насколько я знаю по записям, всегда Игорь на себя брал сам, она была где-то 20 кг примерно. У него рюкзак был поменьше, он палатку нес Игорь Дятлов. Но есть фотография, предположительно, что Тибо Коля несет, видимо, помочь решил. Я потом эту фотографию покажу. Но вообще Игорь Дятлов сам на себя брал, он всегда не успел. Как-то так сложилось. У них тогда, не знаю почему, но Игорь сам ее тащил. Несмотря на то, что руководитель был, он нанес ее. Вы обратите внимание, Игорь всегда идет почти всегда последним. То есть ребята все впереди, чтобы он всех видел. То есть он руководитель за всех отвечает. И он, видимо, палатку тащил. Валерий Патлюк. Ну, конечно, сотовую шутку, вы разве не поняли? Я просто привел слова хейтеров. Естественно, шутка. Я же не буду на полном серьезе такие вещи говорить. Я как бы на сумасшедшего не похож, как бы пока здравомыслящий человек. Да, она бессонно правильно пишет. Группа растягивается. Естественно, никто не идет с затылок в затылок. Не забывайте, что это лыжи. Зачем мешать нажать? Один идет впереди, тропу бьет по очереди, чтобы не уставал сильно. Два часа идут, 20 минут остановка. Насколько регламент у Игоря такой был. А лыжи они не снимали. Зачем лыжи снимать? Постоянно лезть к этим ремешкам, распутывать, вытаскивать. Если только в туалет не захотел человек. Все, как остановились. Они даже садились, сидят, лыжи не отстегивали. Радик Хафизов, здравствуйте. Позже подошли, я со всеми здоровался. Андрей Севков. Олег, у меня тесь на лесозаготовке погиб нелепо в поселке Само, в городе Игделе. Ну, Олег Севков, бывает, все поделаешь. Лесозаготовки вообще опасны. Потому что дерево, когда подпиливаешь, там иногда непонятно, куда оно падает. И не всегда успевают люди отскочить. Маргарита пишет, когда ребят убивали, почему Зина не позвонила, куда надо. Маргарита, это была шутка, понимаете. Это был стек. Никуда она не могла позвонить. Все же понимают. Мэри Леди. Так, на фото заставки не поймут. У тебя ручей течет или замерзший. Я так поняла, это май. Да, вы правильно поняли, это май месяц уже. И он... Так, в феврале этот ручей застывший, там лед. Нет, Мэри Леди. Он и зимой течет. Там вода. Вода имеет плюсовую температуру. Просто под снегом, как туннель получается. То есть, внизу вода, сверху снег. Вода себе пробивает. То есть, она сверху идет, с юга. На север течет. С пригорка. Там даже в феврале была вода. Вот Даша Кот пишет. Сейчас я зачитаю. Олег, если увеличить лицо с фотоустановки палатки, можно разглядеть черты лица наших ребят, он не похож. Даша Кот, я с вами согласен. Не только я, уже многие блогеры понимают, что это не фотография установки палатки. Эти фото в дело просто подброшены. Для провокации. Чтобы подтвердить, что вот палатку ставили и типа замерзли, убежали и так далее. Там не дятловцы наши. Посмотрите по телосложению. На первом плане в светлой штормовке стоит. В капюшоне. Это человек, во-первых, явно выше ростом. Он примерно как Дорошенко, даже выше. И телосложение такое вот. Ну, посмотрите в него. Не было в группе такого человека. Это не дятловцы. То есть фотоустановки палатки – это фейк. То есть можно о них сразу забыть. Об этих двух фотографиях. Это не установка палатки. Это какие-то люди копают яму. А если вы обратите внимание на это фото, сзади у них за спиной темнеет. Это массив леса. То есть они где-то ни на горе, ни на склоне. Именно лес у них видно. Просто фотографии плохого качества, либо специально сделали. Там пурга. Но видно массив. Это лес, деревья. Поленова Екатерина. Трупы, выручая на стил, были глубоко под снегом. Видно, что копали точно. Как узнали, где искать? Поленова Екатерина. Да точно там, конечно же, не знали. От инсценировщики, видимо, прокурорскому работнику сообщили. Он мог шепнуть, да и все. Элементарно. Если инсценировщики, естественно, они туда трупы сбросили. Естественно, знали, что они там. Просто шепнули, сказали ребятам, вот этими щупами идите там, в этом квадрате работайте. Они же по квадрату исследовали это место. Ну и пошли, я с кенадзе щупом пробил, и все. То есть кто-то из руководства, я имею в виду прокурорский работник, Иванов, Тимпалов прекрасно все это знали. Что они в ручье и так далее лежат. Иванов лежал в палатке, даже не выходил. Он сказал, идите в тонком квадрате обследуйте. Вот они днями обследовали эти квадраты щупами. А 4 марта вот с кенадзе отставить. 4 мая с кенадзе наткнулся на этот ручей, пробил. Татьяна Афанасьева. Олег, если бы предоставилась возможность общения с ребятами, что бы вы им сказали, или может быть какой-то задали вопрос. Татьяна Афанасьева. Если бы предоставилась мне такая возможность общения с ребятами, я бы задал 150 вопросов. Сейчас даже перечислять их. Любой человек понимает, какие вопросы я бы задавал. Как исследователь, естественно, меня бы все интересовало. Все подробности. Почему остановились здесь? Почему пошли туда? Как случился конфликт? Кто первый начал из пастухов? Кто там? В общем, и все остальное. И почему продолжили путь на Атартен? Они ушли куда-то. Елена Годрова. Я понимаю, вопрос не что Зина протягивала, сахар. Что за палки маленькие такие? По этой фотографии уже много раз разговоры шли. Палки там не маленькие. Там просто снег она воткнуто провалилась. Вот и все. Я понимаю, к чему вы ведете. Та же теория. Эльфы, гномы, подземные жители, гномики, лилипуты. Нет. Этого не будет. Здесь не в гостях у сказки. Здесь серьезный канал. Вот Антонина Христюк. Здравствуйте. Я просто пока рассказывал, вы подошли, не поздоровался с вами, извините. Антонина, я понимаю, что вы Эльдар и Эфир. Там посмотрите, потом сюда придете, ничего страшного. Все понятно. Мы с Эльдаром Асхатовичем нормально пообщались. Звонила по телефону, так что все понятно. Вы пойдете в феврале на перевал вместе с историческим любителем? Нет, не пойду. Пока такой задачи нет. Но я буду в тех местах, так скажем. Немножко раскрою планы. Люда ТВ. Здравствуйте, Люда. Видать, позже, видимо, подошли. Ну вот, Арина работает, исключила. Правильно, Арина, молодец. Ирина Рыбкина, по пятиборью я знаю, что это Олимпийский вид. Так, давайте в чате посмотрим вопросы. Елена Новак, что касается Сталинокорей, может быть, он поднежал Андрею Аняму, который якобы пропал в бизнесе. Елена, такую гипотезу можно высказать, почему бы и нет. Ольга Сергеевна, это не туннель. Это туннель, имеется в виду, что вода под снегом идет. Вот и весь туннель. Туннель, где идет ручей. Это природное свойство туннель. Саша Попов, Саша Попов, здравствуй. Насчет фотоустановки палатки, ты прав на тысячу процентов, именно роют яму. Да, где-то в районе леса яму, потому что там массив леса виден. Пурга, но если присмотреться, видно, что лес. Это не гора, не склон. Это какая-то группа походная роет яму. Даже предположу сейчас, что это военные. Вот такое предположение выскажу. Но это гипотеза, не более того. Или просто турист. Тут про спички между собой общались. Меня не спросили, я даже не знаю, что вы про спички тут рассуждали. Андрей Севков спрашивает Олег, как вы думаете о мнении участия в походе детей Лилюшенко? Андрей Севков, я отвергаю эту версию, как бредовую. Не надо сказки придумывать. Дети Лилюшенко никогда в походах там не были. Среди фото поисков на фото есть кто-нибудь из убийц? Нет, Полина Екатерина, убийц там нет. Все убийцы сидели у себя дома по юртам в это время, время поиска. Да, Павел Чунаков согласен с вами. Спичку окунаешь, парафин, и все, и влага не страшна. Это кто-то в походы ходил, знает. Ледна Гондарева, но не маленькие палки, там палки нормальные, просто палка погрузилась, провалилась в снег, вот и все. Там слишком мягкий снег, видимо там яма какая-то. И вся масса снега просто вниз провалилась. Так, Ирина Рыбина пишет, в начале пути ребята делают много фото, а потом вдруг перестают это делать. Как вы думаете, почему? Ирина Рыбина, элементарная вещь, в начале пути ребята были еще как бы не уставшие, веселые, много снимков делали, просто веселились. И потом, видимо, нагрузка сказалась, усталость. Соответственно, после посещения одного объекта на горе Худжи, уже веселье как бы немножко пропало, соответственно, и не писали об этом. Вот и все. Арсений Осипов спрашивает, а может, что при ссоре с пастухами был убит или сильно покалечен нямов? Арсений Осипов, отвечу так, убит вряд ли, но покалечен возможно. Потому что Юра Дорошенко был очень... А, ну, отставить его, он же не ходил. Рустик мог, допустим, его хорошо зацепить. Рустиков удар... Знаете, что такой боксер, бьет двоечку. Нос, челюсть и все. Покалечен, скорее всего, но нет, не убит. А нямов был убит, когда уже при нападении, тогда, да, защищались дятловцы. Олег, скажите, а сейчас эти манси такие же дикие или ассимилировались? Сейчас у них священные так же. Тут несколько вопросов в Мари Леди задаю. Сразу по ходу пьесы отвечаю. Сейчас там уже никакого священного хуеквы нет. То есть там было на хуекве святилище раньше, но давно, в 70-х годах прекратилось существование. То есть все свернули, все забрали, убрали оттуда. Да, Мари Леди, у меня в планах на хуекву летом сходить. И не только на хуекву. Сейчас, вы спрашиваете, сейчас такие ли дикие. Ну, я бы не сказал, что они и тогда не были дикими. Почему? Они в поселках жили, оседла, так сказать. Естественно, ассимилировались. Сейчас время другое. Сейчас многие отошли от оленеводства, от охоты. В какой-то степени, да, ваши слова правильные, ассимиляция произошла своеобразная. Даша Кот пишет, Олег, есть мнение, что ребят убивали колотушкой, инструментом для сбора шишек, не оставляют ран на коже, но дробит кости. Даша Кот, это одна из гипотез. Отвечу так, может быть, да, может быть, нет. Да, Драгон Стойкович пишет, они сейчас более цивилизованы. Виктор Криночкин, карман полушубка наводит на раздумья. Не знаю, на какие у вас раздумья наводят. Юлия Петрова, куда перенесли святилище, но об этом мы будем позже говорить. Вера Колова пишет, были ли угрозы? Угрозы ребятам, угроз там не было. Там был просто конфликт изначально. Ирина Багаева, с кем вы собираетесь на хуеку? Ирина Багаева, есть люди у наших селений, как говорится. Возможно, это будут мои подписчики. Но команда есть предварительно. Я не один буду. Андрей Севков пишет, Олег, почему в найденных вещах ни слова о папиросах? Почему, Андрей, ни слова? У Саши Колеватова папиросы нашли, пачку начатую. Он же трубку курил, но трубку он в этот поход не взял. То есть трубка осталась в семье Колеватовых. Папиросы есть у него, пачка. В карманах. Колеватов курил, да. Не помню название, там есть описание этих папирос. Да, Драгон Стойкович, согласен с тобой. Им оленей сейчас пасти не надо. Они малочисленные народы, им государство теперь пособия платит. Вот знаете, у нас, да, социальная поддержка там малоимущих на ребенка платят, там пособия различные. И вот, может, кто не знал, а коренным малочисленным народам тоже ежемесячно идет выплата. То есть есть такой закон для поддержки народов, и они получают выплату. То есть человек может вообще не работать, и не быть ни пенсионером, быть там, не знаю, 30 лет, а получать такую выплату как бы ежемесячно. Екатерина Бурдина. Олег, в группе только у Люды Семена Золотарева отсутствовали глаза. Да, Екатерина. В ручье только у Люды Дубинина у Семена не было глаз. У Саши Колеватова и у Коли Тибо глаза были на месте. Ирина Рыбина. Я читала, что в некоторых местах, где живут мальцы, до сих пор лучше туда без дела не ходить. Ирина Рыбина, я вам так скажу, я знаю об этих местах, ну, возможно, так скажем, скажу так пока. Потому что об этом народе у меня будет целый цикл. Как я про дятловцев рассказывал, да, все кучи у меня видеопередачи, и так же будет здесь у меня целый цикл, я вам расскажу. Так, Берта спрашивает, такие конфликты с Манси были до или после? Берта, ну, там был вот единственный конфликт, который мы знаем, после чего произошло нападение. Вы имеете в виду вообще предыдущих походов? Да, у Бардина и Шулешко там определенные трения были, у группы есть отчет. То есть то, что добросердечные все добросердечные таежные народы, это слишком преувеличено. То там все зависит от обстановки и от людей. Так, Олег Поленова Екатерина спрашивает, Олег, как вы думаете, куда исчезли бесследно три пары вареных, ведь судя по списку, дятлов поход должны были взять все. Екатерина, ну, насколько я знаю, все валенки, кроме одного, который был на Рустеме, нашли в палатке с валенными инсценировщиками. Я не читал, что валенки какие-то пропадали. То есть какие у них валенки были, такие остались. По количеству я имею в виду. Юлия Петрова пишет, намерение сказали, что готовы принимать туристов. Ну, готовы так готовы, пусть принимают. Мансур Дубна, Олег, я бы с вами пошел в этот поход. Мансур, ну, запомним это, запомним вас, просто команда есть уже небольшая, поэтому, естественно, я туда день не пойду. у нас будет, там мы будем крепкой командой. Поэтому вот. В альбоме следователя Каратаева есть фотография мертвого Манси. Да, Светлана, на телевидении этот альбом листали, и на одном из листов была фотография убитого Манси, ну, мертвого, убитого, скорее всего. Возможно, возможно, что этот альбом Каратаева сейчас у писателя Архипова, который в Тюмени жил. Поэтому больше его никто не видел. Каратаев скончался, вы же знаете. Поэтому альбом Каратаева никто не видел. У Архипова он находится, но он имеет возможность посмотреть. Может быть, покажет когда-нибудь на телевидении, надеюсь. Арсений Усил, может ли быть так, что, судя по разной травме участников, нападение было не в один день, и что их Манси гнали, и поэтому нет фото. Арсений Усил, я для себя, как аналитик, исключаю такую возможность. Не стали бы Манси гнать несколько дней, это не олень, не лось, понимаете. Нападение было сразу, мгновенное, ночью под утро и сразу. Никто их не гонял. Галина невольная, может быть, почему бы нет. В чем-то они уже ассимилировались, вошли в цивилизацию, поэтому. Татьяна Тадик, кружку замерзшей каши нашли там же в палатке. Фальшивые палатки. То есть, куда все скидали. Да, Арина Петербургская, правильно. Вопросы капсам пишите, пожалуйста. Включайте большие буквы капс и пишите вопросы. Я отвечу на все вопросы, если успею, потому что вопросов очень много. Я буду считываться в мелкие буквы, и не всегда успеваю. Да, Драгон, я с тобой согласен. Они далеко не так говорят. Если вы, кто-то считает их милыми очень людьми и добрыми, это заблуждение. Ирина Девяткина пишет, выдуманная день рождения Калеватова, может, после какой-то опасности второй день рождения. Ирина Девяткина, ну, какая опасность? Конфликт был, драка была с пастухами, понятно. Не забывайте, что у Калеватова под коленкой рана, вот в результате этой драки он мог эту рану получить перевязанную. То есть удар по ноге он получил. То ли хореем там у пастуха горел, то ли чем-то получил. то есть он хромал уже, тяжело ему ходить пришлось, Саше Калеватову. Рима пока не забывайте, на руке Тибо было двое часов не потому, что они были ненадежными, а потому что утром мы попросили их завести. Часы заводились механически в одно и то же время, если вы хотите, чтобы часы шли у вас точно. Так, Тамара Павлова спрашивает, Олег, как вы думаете, могла ли быть у ребят с собой камера, возможно турист, ведь пленка была, она была спрятана в коробке, чтобы не отсырела, для розжига может и сырая гореть. Тамара Павлова, нет никаких данных, чтобы у ребят была камера турист. Нету ни малейшего факта, полфакта и воспоминания. Не было у ребят камеры. У них были фотоаппараты, но камеры не было. Берта спрашивает, ценировщики взяли какие-то вещи дятловцев? Берта, я не исключаю такой возможности, какую-то мелочевку они могли прихватить. Но исчез дневник Саши Колеватова, исчезли записи песен, которые Зина и Люда переписывали у Семена. Тоже их нету. Нету дневника Игоря Дятлова, нету дневника Юра Кривонищенко, нету дневника Коли Тибу. Поэтому вот и делайте выводы. Кто что прихватил и куда. Нету командировочного удостоверения, которое Дятлову дал Рягин из Треста. И нету этой карты, которая тоже исчезла. Что-то инсценировщики прихватили, что-то прокурорский работник, видимо, изъял. По его мнению, будет мешать версии замерзания. Олег, слышали вы историю про убийство женщины-геолога-народа мази? Марина Рутенайна, я эту версию слышал, но она не находит никакого подтверждения. То есть это на уровне байки. То есть нет никакого факта, ни фамилии, имя, отчество, чтобы кто-то ее убивал. Олег, как вы думаете, если такое произошло ближе к 90-х годам, эти убийцы остались безнаказанными, был бы самосуд? Мэри Леди, история не знает сослагательного наклонения, к сожалению. Поэтому, что было бы, так как бы, сейчас мы не можем говорить. То есть фантазировать я бы не хотел здесь, именно по этому вопросу. Админ Админов. Да, я по папиросам помню. Нет, они по-другому назывались. У Саши Колеватова пачка папирос была найдена. Естественно, мокрых, он в ручье лежал, но тем не менее, Саша Кудил Колеват. Берта их действительно нашли всех в один. Четверку нашли, да, в один день. 4 марта на них наткнулись. А остальных в разное время находили. Рустама дольше искали, он был снегом слишком занесен. На поверхности лежал Игорь Дятлов. 10 сантиметров снега было над Зиной Калмогоровой. И немножко были снегом занесены Юра Дорошенко и Юра Кривонищенко возле кедра, которых нашли Шаравин и Коптилов в поисковике. То есть Дятлова сразу нашли, Калмогорову потом. А Рустама уже собака нашла. Через снег залаяло, его раскапывали. Рустам лежал на животе, откинув левую руку в сторону. Зина Калмогорова лежала на правом боку, скорчившись и голову поджав. Игорь Дятлов лежал на спине, откинувшись. Рима, пока не зря вы спорите. Часы для того и вы отдавали дежурную, чтобы он их завел. Я вот вашу версию 150 раз в комментариях уже читал, но она не находит подтверждения. Вот Саша Мацигора, старый походник, он вам расскажет. Подтвердит, если мне не верите. Я не скажу, что я супер турист, но в походы мне тоже приходилось ходить. Елена Алексеева, Кастанай спрашивает, есть ли специальное приспособление у манси для удаления языка оленей? Да, Елена, такое приспособление у таежных местных охотников имеется. Татьяна Петлюк спрашивает, могли ли инценировщики сделать снимки убитых дятловцев на реальном месте убийства, прежде чем их перетаскивать? Могут ли эти снимки где-то до сих пор храниться? Татьяна Петлюк, туда выехал прокурорский работник и 4 милиционера на место убийства. Мы можем подозревать в качестве фантастики, что какие-то снимки могли быть сделаны. Но эти снимки для узкого круга людей, то есть в обкоме кому-то показать, я не знаю, областному прокурору, не более того. Могли такие снимки иметь место, почему нет? Но мы их никогда не увидели. То есть место убийства мы никогда не увидим. Где ребята были изувечены, там и лужи крови были, и все остальное. Елена Воробьева, не все ребята вели дневники. Нам известен дневник, до нас дошел Зины Калмогоровой, Люды Дубининой. Есть неизвестный дневник, как он записан, неизвестный дневник. И дневник Рустема Слободина есть у нас. Нету дневника Юры Кривониченко, нету дневника Игоря Дятлова, нету дневника Коли Тибо, нету дневника Саши Колеватова. От слов совсем. То есть изъяты. Антонина Христюк спрашивает. Такое ощущение, что Юдин ушел, выполняя какое-то задание на больного по фото, он совсем не похож. Антонина Христюк, ну, это у вас впечатление по фото просто ошибочное. Вот и все. Да, он там улыбается по фото через силу. Он рад, что он наконец-то уйдет, но не может больше человек идти. Естественно, он улыбается. Он этому рад. Заболел человек. И шанс у него тазобедренный сводит постоянно. Поэтому и улыбается через силу, возможно. Вы же знаете эту болезнь. Она то вступит, то уйдет. Вот вроде ушло, ему легче улыбается. Так и попал на фотографию, когда обнимался. Не выполнял никакое задание. Если бы он выполнял задание, это по-другому было совершенно обставлено. Антонина, я так думал. Я уже на предыдущем стриме говорил, еще раз повторю. Игорь Дятлов попросил его зайти в УПИ, сказать в турсекции, что он до 15 февраля задерживается. И Юдин пришел в УПИ и сообщил об этом в турсекции. Есть показания Брусницына студента в уголовном деле. Это и подтверждает, что Юра Юрин честный человек. Как Дятлов попросил его, так он и зашел в УПИ и сообщил. Ароматные папиросы у Калеватова, Саша пишет. Но в кармане найдено пачкой папиросы, когда подняли тела из воды. Надежда Чупахина. Куда поделала... А по печке сейчас расскажу. Куда поделалась печка? Была непростая особая конструкция. Валенки могли забрать поисковики. Да, поисковики, что спирт выпили из фляжки Юрия Криванищенко, это однозначно. Они сами это признают. И Шаравин, и Слабцов ранее. Про печку. Печка была закинута, заброшена в палатку. После всего этого печку вернули отцу Игоря Дятлова. То есть он ее изготавливал на заводе. Он же на заводе работал, в Первоуральске. Печка вернулась и у Игоря Дятлова. Где она сейчас была у папы Игоря Дятлова, пока он не умер. А там дальше неизвестно, куда она девалась. Да все могли подрезать поисковики. И инсценировщики могли что-то, мелочевку взять, поисковики могли что-то взять. Интересно, они выпили спирт, даже Тимпалову не сказали. Боялись, видимо, нагоняя. Тимпалов описывает, фляжка спирта пустая, с сильным запахом спирта. Конечно, с сильным запахом. За сутки до этого пасковики его выпили. Когда Пашин сказал, пора бы пить уже за упокой, а не за здравие. Слабцов, Шаравин сидели, пили еще там остальные студенты. Чуть белоглазая. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Дмитрий Сергеев, на переднем плане проталенно за ручьем сугроба. Видимо, специально выбрано место для могилы, чтобы дольше искали или случайность. Дмитрий Сергеев, конечно, специально выбирали место. Вы не забывайте, что у инсценировщиков было время. Место убийства нашли 4 февраля, пока доложили, пока туда-сюда. То есть, 6 февраля туда они же высадились. И вплоть до 24-го, когда Чеглаков нашел палатку, никому не сказал. Ну, 26-го. Грубо говоря, имеется 18-20 дней для инсценировки. За 18-20 дней очень много можно было сделать. Что было и сделано. Они же еще и костер разожгли возле кедра, грелись, сидели. Значит, не один час там находились инсценировщики. Поработали, разожгли костер, погрелись. То есть, это, вот обратите внимание, я фотографию вам показывал. Этот костер достаточен для того, чтобы обогреть одетых людей. Ценровщики были, понятно, милиционеры, одеты в полушубки, в шапки, то есть, утеплены. Но такой костер недостаточен, чтобы обогреть раздетых людей. Понимаете, да, о чем я говорю? Это к тому, в этой версии об замерзании, что они убежали. Если бы они убежали, они бы такой бы костер раскочегарили, чтобы согреться. Ну, гораздо больше он был бы. А здесь мелкий костерок, то есть, тупо сели инсценировщики, руки согрели над огнем, что-то разогрели, там тут тоже тушенку в банке на этом костре поели. Естественно, за собой потом все убрали, если ничего не бросали. Да, вот она Бессунова пишет. Язык ели. Ирина Воробьев спрашивает, как вы начали интересоваться этой трагедией, как пришли к расслед... Ой, проскочил чат, извините. Как пришли к расследованию, как так кропотливо никто не доносит информацию. Спасибо. Ирина Воробьева, спасибо вам за ваши слова. Ну, как интересоваться? С детства стал интересоваться, журналы читал, «Техника молодежи», там была статья. Если кто помнит журнал «Техника молодежи», там был раздел «Онтология таинственных случая». И там в каждом номере, в каждый месяц же приходил журнал. Там писали различные расследования, то, что сейчас в Ютубе, раньше это писали в журналах. И вот там была статья однажды, я прочитал, что группа студентов погибла. Там в статье было написано, ну, как обычно, фантастические версии, непонятно, непонятно почему. Я стал интересоваться, потом журнал «Уральский следопыт», потом стали вот, ну, это, Богомолов, Матвеево стали писать. Я заинтересовался. Стал потихоньку собирать материал. Ну, а когда интернет уже появился, там сам Бог велел. Понимаете, вот многие, да, начинают, много вот этих хейтеров через букву «У» начинают критиковать что-то, как-то, да, пытаются. Вы заметите, я не фантазирую, я говорю то, что вот на самом деле было. Я ни одного факта не привел, что, допустим, фантастика придумал. Я говорю конкретно по факту. Это есть, это есть. Иногда меня спрашивают, заметьте, я отвечаю, что если я не отвечаю, что не знаю, я не знаю, я не хочу фантазировать, врать. Но я так, я скажу вам так, я сейчас не знаю, а завтра я это буду знать. Давайте вот так. Я человек, который ищет. Я просто иду по следу. На фото, Елена Багаева спрашивает, на фото в морге Зина была в позе, будто она сидела на стуле, привязанная, как умерла, кукиш врагам, это сугубо мое мнение. Может, я ошибаюсь. Елена Багаева, ну, понимаете, каждый видит то, что он хочет видеть. Я, например, кукиша там никакого не вижу, что она рукой показывает. Рука может, инстинктивно, рука свела пальцы, потому что замерзала, плюс избивали, удары получала. Защищалась, естественно. Поэтому, не думаю, чтобы она сидела. Она найдена, лежащая на правом боку. То есть, как ее ударами свалили, она сознание потеряла, так она и замерзла, бедная. Приведу факт, кто не знает. Это описано еще и возрождено в акте своей медицинской экспертизы. У Зины на одной из рук между фалангами следы, как, содранной кожей, как след от зуба. То есть, Зина попала кому-то из убийц по зубам хорошо. Понимаете? То есть, она защищалась, она отважная тоже девушка была. Не надо думать, что только Люда, Люда дралась, как Лев. Зина тоже дралась, потому что уже все поняли, что их убивать будут. поэтому и дрались, не на жизнь, а нас мы защищались. Зина кому-то зарядила по зубам, вот и след остался прямо между фаланг, между костяшек. Кулачком била, да? Отважная девочка. Надеюсь, что она зуб этот убийца все-таки вышибла. Так, Елена Багаева, ну я надеюсь, ответил на ваши вопросы. Так, Андрей Севков пишет, что у меня такая же болезнь, как и Юдина. Ну, Андрей, понимаю, что поделаешь. Надо лечиться, как-то мази, наверное, какие-то уколы. Очень жаль, Андрей, конечно, что такая болезнь, что поделаешь. Все мы не вечные. Так, Арсений Осипов пишет, посмотрел канал Сагрина, создается впечатление, что поисковики, инсценировщики, как одна команда. Арсений Осипов, вот вы сейчас написали такую вещь, о чем я давно уже подозревал, так скажем. У вас создалось впечатление, у меня тоже иногда создается впечатление. Хотя, хоть я и аналитик, я чисто отбрасываю все эти фейки, там, фантастику, но даже мне иногда это очень, так скажем, кажется. Арсений Осипов, вы написали, да, я с вами даже соглашусь, наверное, в чем-то. Татьяна Кошарик, чьи следы столбики по вашей весе? Татьяна Кошарик, следы сделаны инсценировщиками перед самым нахождением палатки. Скорее всего, прокурорский работник вспомнил, что они там следов не оставили и просто приказал это сделать, вот и все. То есть, грубо говоря, 23-го числа там наделали следов, за сутки их не занесло, то есть, 24-го, 25-го они уже были. То есть, строим, прошли 8 человек инсценировщиков и все. Напоминаю, там были следы в ботинках, естественно, это же были сотрудники милиции, им не надо одеваться там 150 шуб на себя, потому что там вдалеке вертолет на площадке стоит. Вышли в ботиночках, прилетели, прошлись и улетели, вот и все. Отсюда следы как от ботинков. То есть, это следы не тех людей, которые там часами ходили. То есть, прилетели, делали следы и свинтили по-быстрому. А почему делали 23-го, потому что знали уже, естественно, информация-то была, что поиски ведутся, что отряды поисковиков вот-вот сюда подойдут. Поэтому следы сделали, чтобы их не успело замести. Это элементарно, лобик включаем. Их и не замело, потому что пурги потом не было в эти дни. Да, Надежда Чупахина, вот и получается, что поисковики люди непорядок, что говорить про остальных. Брали вещи ребят, кому что понравилось. Надежда Чупахина, я сильно подозреваю, что да, какую-то мелочь прихватили. Потому что, видимо, думали, что мертвым уже это не надо. Ну, не знаю. Согласен, это мародерство, но тем не менее. Факты. У нас нет доказательств, но мы, скажем так, предполагаем. Вот таким словом. Валентин Ленков. Кстати, фото столбиков следов интересно было бы посмотреть. Валентин Ленков, давайте я следующую передачу по следам я здесь сделаю. Арина Петербургская, спасибо за добрые слова вам. Спасибо большое. Спасибо, что вы мне помогаете работать. Мой модератор. Спасибо вам. Это тоже работа, трудная работа, поэтому Арина Петербургская мне помогает. Спасибо ей большое. Сергей Герасимов. Пишу с аккаунта жены. У меня были проблемы с седалищным нервом. Я в машину еле садился, делал уколы, безболище. Никогда не поверю, что можно на лыжах. Сергей, вот вы никогда не поверите, а у меня есть шесть подписчиков, у которых такая же болезнь, которые говорят, что сидеть невозможно, а идти могут, даже бежать можно в припрыжку иногда. Вот и все. Ну, не верьте, пожалуйста. Скажу вам больше. Жизнь захочешь, пройдешь не два, четыре километра, как Юра Югин. Он возвращался, ему надо было дойти до 41-го, до цивилизации. Он мог понимать, я дойду и упаду, но ему надо было дойти. Поэтому он и дошел. Логику включаем. Жизнь захочешь, дойдешь. Я думаю, что я не сильно здесь ошибаюсь. Арина Петербургская, да, там столбики непонятные, но я сделаю, поэтому передача будет. Кто называет столбики, я бы не сказал, что это прям столбики. Юлия Петрова, я сейчас отвечаю на вопросы своих подписчиков, потому что многие люди первый раз пришли, многого не знают. Следующий рассказ в среду. Среда у нас по расписанию, вы это знаете, 12 часов московского времени. А вот о чем будет рассказ, это пока интригу сохраним. Будет еще интереснее, чем сегодня, я думаю. Там мы с вами, наверное, поговорим. Я уже материал приготовил. Возможно, мы там с вами поговорим об одном дне, который, как говорится, потерянный был. Не знали, где тятоцы были, хотя они были на горе кое-какое в это время. Ну, там мы немножко коснемся этого. Сергей, он не шел с грузом, его рюкзак с керном, который весит 5 килограмм 66 грамм, ну, и там, может, с полотенцем, он кинул на подводу дядя Слава Велеськаевича, повез его, понимаете? Он шел налегке за подводой. То есть подвода ушла вперед немножко, он спокойно шел 24 километра за ним, да. Он без груза шел. Вы изучайте материал, пожалуйста. Мои видео есть, там все об этом говорится. Посмотрите предыдущие. Он не шел с грузом. И дальше он не тащил этот рюкзак, если вы об этом. Я уже рассказывал, хорошо сейчас повторю, коротко, очень коротко, совсем коротко, без пояснений. Юра пришел поздно вечером на 41-й, лег отдыхать. Утром на следующий день Ряжнев, начальник лесоучастка, ехал в Вижай и захватил его на машине. То есть Юра не тащил рюкзак. Он сел в машину, рюкзак закинули в машину. Они поехали в Вижай. В Вижай он сел на автобус, и доехал до Ивделя, тоже на себе не тащил ничего. В Ивделе он сел на поезд, и поехал в Свердловск. Опять на себе ничего не тащил. А Свердловск он на трамвае доехал, до УПИ, если вы не знали. Туда трамваи ходили, на поворот на Гагарина. Выходишь на остановки, и справа здание УПИ. Он пошел в УПИ, зашел на кафедру геологии, отдал этот керн, и потом зашел в турсекцию, сообщил, что до 15-го числа группа задерживается. Все. Не ходил Юра Юдин с грузом. Не надо думать, что он назад со 2-го северного потащил 38 килограмм на себе. Он все продукты ребятам отдал. Татьяна Афанасьевна, далее, как вы идете по следу, пострашнее всяких следователей, прокуратур, еще их будет. Татьяна Афанасьевна, я аналитик, понимаете, я изучаю все факты просто и делаю выводы логически. Отбрасываем шелуху и оставляем то, понимаете, вот, грубо говоря, страничку расчерчиваем пополам. Здесь плюсы, с одной стороны плюс, с другой минусы. Здесь все плюсы выписываем, но с другой стороны все минусы, данные. И начинаем сверять элементарные вещи и включаем логику. А могло ли так быть или не могло? Не могло, вперед вычеркиваем. А вот это могло быть, могло, оставляем. И в результате потом получаем там 5 могло, 1 не могло. И делаем выводы, соответственно, логические. Математика плюс аналитика и логика. Берта пишет, как-то странно делали, или не отпечатали. Нет, Берта, правильно, ни отпечатков, ни вещдоков, ничего не было. Отпечатки не снимали. Только, Берта, вас поправлю. Отпечатки пальцев, это неправильное, неправильное определение. В юриспруденции есть слово, называется, следы пальцев рук. И в уголовном деле везде пишут. Отпечатки пальцев, это некорректно. Да, поисковики там все истоптали, и все, и не допросов, не очных ставок. Вот вы правильно написали, не очных ставок. Очных ставок вообще не было. Вот обратите внимание, кто читал уголовное дело, есть показания, один там одно говорит, другое другое. По закону, следователь обязан провести очную ставку, потому что имеются противоречия в показаниях об одних и тех же событиях, и выяснить, кто врет. То есть, прям лицом к лицу сажают и начинают. И следователь смотрит по реакции человека. Здесь ни одной очной ставки. То есть, один одно, дряхлых одно говорит, ряжнях другое, эти третий, чеглаков пятое. Совершенно, каждый по-своему. Шаравин одно говорит, Коптилов с ним не согласен, Слобцов тоже, как Шаравин. И начинается все, ну да потом. полное противоречие ни одной очной ставки. То есть, я же говорил, Берта, дело вели на отзавись, называется. То есть, грубо говоря, сразу сводили, что заволокитят, на тормозах и так далее. Задачу Иванову поставили. Дело вести к закрытию по замерзанию. Он успешно это сделал. То есть, похоронил все улики и все так далее. Ни следов пальцев рук, ниоткуда, ничего не снимали. Ничего не было снято. Ножи нашли, тоже с ножей не сняли следы пальцев рук. Дараган Струкович, я с тобой согласен. Поисковики, естественно, были подневолены. Их туда нагнали толпу, как свидетели, чтобы все это видеть. Вот типа, вот видите, вот видите, замерзли, вот видите, замерзли, вот замерзли. Прокурорский работник мозги промывал, по ушам он ехал. А понимаете, в то время у людей как было понятие, это же прокурор, это следователь, он врать не может. Ну и верили поэтому. Да, Саша Мацигора, ходить можно с США, а сидеть невозможно. Вот поэтому Юнин кое-как эти 24 километра дошел, доковылял. Мурзилка спрашивает, Олег, как вы считаете, дятлцы не подозревали, что на них могут напасть после конфликта? Мурзилка, я думаю, мне кажется, скорее всего, они не подозревали. То есть, они думали, вот что конфликт, драка произошла, ушли они, и дальше все нормально. Не думали, что опять второй раз будет нападение. Скорее всего, не думали. Сергей говорит, Юнин мог же доехать на Санях, почему пошел. Расскажу вам, Сергей, здесь все просто. Телегу полностью нагрузили трубами, они трубы старые вывозили со второго северного. Там сесть, понимаете, у него же болезнь не сейчас, а трубы морозные, ну, зима. Он бы, если бы на них сел, во-первых, сидеть больно, во-вторых, он бы еще больше получил, болезнь, понимаете. Там некуда было сесть, то есть, вот только рюкзак на трубы закинули, место было, вот поэтому и пошел пешком. А еще знаете, пешком почему пошел? Я все-таки думал, он как самонадеянность понадеялся, как раз у него немножко отпустило, вроде боль так утихла, исчезла, и он подумал, ничего страшного, дойду я. Ну и пошел налегке же, иду без рюкзака. Ну, с другой стороны, опять же, Сергей, приведу вам, жизнь захочешь, дойдешь, вот и все. И вас бы припекло так вот в тайге, не в тайге остаться, а там впереди у вас по лыжне, по лозе, маячит 41-й. Естественно, вы бы шли, а куда деваться? Жизнь захочешь, дойдешь. Когда встает вопрос о жизни и смерти, тут любой дойдет. Доползешь. По-пластунски будешь ползти, но доползешь. Плюс 8 отставить, на улице минус 8, не холодно, не замерзешь. А дойти дойдешь. Курги нету, ветра нету, тихо, слава богу, было. Всего минус 8. Чего не идти? Иди себе, да иди налегке. Да, Арина, спасибо вам. Вы продублировали данные моей Сберкарты и Пейпала для иностранных граждан из-за границы. Если кто-то поможет каналу, буду вам очень благодарен. Я не получаю ни донаты, у меня нету монетизации за рекламу, ничего нету, товарищи, пока. Там в порядке все это оформление идет, там сложная процедура, поэтому пока ничего. Единственное, помочь моему каналу, вот можно на Сберкарту перечислить, либо, если вы из другой страны, Пейпал счет, из любой страны можно, хоть с Америки, хоть откуда, Пейпал принимает. Так, Александр Кузьмич, хорошо, зачем такой гриф секретности? Александр Кузьмич, никакого грифа секретности и не было, и до сих пор его нету. Дело отлежало, дело после того, как его закрыли 28 мая, оно лежало в прокуратуре по закону 25 лет, после его передали в Средловский областной архив, где оно сейчас до сих пор находится. В нем нет секретности, но его могут смотреть только родственники, закон такой, по описанному обязательно разрешению. То есть, там есть закон принят официальный, там все это расписано. Кто может знакомиться с уголовным делом? То есть, родные, близкие, родственники и там еще какие-то, я не помню. Есть там несколько пунктов. То есть, нет здесь секретности, пожалуйста, вот эти два тома, они есть в областном архиве, но дают их не всем, и поэтому складывается впечатление о какой-то секретности. А на самом деле оно не засекречено. Ирина Воробьева пишет, раньше люди были выносливы, поэтому у многих недоумений, как можно было Юдину дойти. Ирина Воробьева, я с вами в чем-то согласен, да, но основная причина, я ее уже озвучил, жизнь захочешь, дойдешь, вот и все. Он был на втором северном, он надо было цивилизации, для него 41 квартал, там помощь, там люди, там цивилизации. Естественно, он пошел. И правильно он объявил о своей болезни. Вы представляете, если бы до Атартена пришлось идти, туда-обратно, там 320 километров, почти 350. Представляете картину, идут они до Атартена, приходят, и он сваливается вообще мешком от своей болезни, то есть вообще даже двигаться не может. И что, сооружать волокуши, носилки, его тащить, это кирдык всему походу, понимаете. То есть он ребят подвел. Поэтому он правду сказал о своей болезни, чтобы не подводить ребят и самому уже фигово стало, уже понял, что не дойдет. Он не хотел быть обузой, это элементарные вещи, не надо здесь искать какие-то заговоры, конспирологические версии, суперзадания, суперотряды, бред какой-то. Человек заболел. Но пока мог ходить, он пошел на лыжах, вот и все, на 41. Михаил Козлов, да, я планировал, когда мы разговаривали, скорее всего, и вам предложение бы такое сделать, Саша Мацигори. Но мы летом пойдем, меньше снаряжения, проще идти, поэтому тут особой разницы не будет, зима лита. Какие-то свои измерения, я могу летом провести, мне не обязательно, чтобы снег был и зима. Я там ориентируюсь без карты, я прекрасно знаю этот маршрут, я его так пройду. Ну, GPS, естественно, собой надо будет взять на всякий случай, а так элементарные вещи. А в районе перевала я вообще ориентируюсь, я сам могу там людей водить, показывать все. Мне только компас нужен будет. Да, Саша Мацигори правильно пишет, на трубах сидеть, это уже мазохизм. Промерзшие металлические трубы, которые на морозе, на втором северном, годами лежали. Естественно, он из июня не мог туда сесть на эту повозку, он же не самоубийца. Да, мирный турист, я с вами согласен, бой был очень неравный, потому что убийцы вооружены карабинами все были, дубинами и ножи все были охотничать, поэтому стилеты. Вот, кстати, удар стилетом Саша Колеватов и получил за ухо, за правое, у него рана проникающая, как раз от стилета. Морзилка, из этой кружки перед смертью Коля Тибу кушал, потому что он был дежурный, не Рустик. Потому что спать было нельзя, Коля был у Тибу дежурный основной, а Семен Золотарев, он свое дежурил, он дремал одетый в палатке у входа, внутри, полусидя там, полулежа. А Русь, Коля вставал от костра, дрова подбрасывал в печку, следил за ней, чтобы в глине вывалились, чтобы была дверка закрыта в печке. Так, секунду, Аюдин мог выпить таблетку обезболивающего пирамидона? Да, Наталья Капустянская, как вариант, мог, он же не будет об этом никто писать. Возможно, и таблетку в дорогу выпил. Да, Сергей, Олег, все понял, спасибо. Да, Сергей, я надеюсь, разъяснил вопрос. Он мог дойти, понимаете, просто поновыдумывают, у них фильмы снимают, ерунду всякую, как поновыдумывают. Заговор, он задание, спецзадание, никакого не было спецзадания, оно не нужно никому было это спецзадание. выполнять. Человек заболел и сошел с маршрута, честно. Не хотел быть обузой. Это элементарные вещи. Люди, понимаете, свойственно искать мистику, заговоры, что-то неизвестно. А на самом деле причины банальные, простые все. Все на поверхности. Просто надо уметь посмотреть, увидеть это. Я это умею видеть. Чуть белогал за Олег. Как вы думаете, почему они не почувствовали опасность, драка, первый звонок, что надо быстро уходить? Чуть белоглазая. Ну, потому что молодые, здоровые, не подумали. Ну, че, че, ну, был конфликт с двумя пастухами, там их оттолкнули, там пинанули, ушли. Не думали они об опасности. Потому что никто не знал, потому что никто не знал, что в это время два рода пастухов рядом охотятся, оставить пастухов, два рода таежных охотников местных, и все с карабинами. так сложилось, понимаете, карта так легла, если уж. Ольге Герасимову, надо скидываться на поход, очень интересно будет смотреть видео с места событий. Это Сергей пишет с никой Ольгой Герасимовым. Сергей, понимаете, пока ничего не надо. У меня единственная мечта есть снять документальный фильм, именно по следам дятловцев. Просто хочу снять фильм документальный, потом поснимать, смонтировать и сделать фильм, показать его зрителям. Пусть будет он летом даже снят, ничего страшного. Начнем от того места, где был 41-й, и все, все по пути пойдем. По берегам Лозьвы будем идти через лес, ничего страшного, летом можно. До второго северного дойдем, где он был. Я просто хочу снять фильм. Даже название будет примерно такое, 60 лет спустя, ну и второе название, или возвращаемся в те же места. Да, Александр Поляков, спасибо вам. Добрый день. Запорожье, здравствуйте. Вы уже позже подошли, но в записи посмотрите, Александр. Татьяна Афанасьевна, бедный, Юра Юдин, человек психолог, я писал об этом в комментариях, он тяжелую травму психологическую получил и жил с этим. Но представляете, вот в один момент у него всех выхлестнуло, товарищи, девушку, которой он тайно был влюблен в дубину, и друга лучшего, Игоря Дятлова, не стало. Представляете, вот сидит человек в комнате своей, на пятом этаже, где штаб похода был, приехал с деревни, сидит, а никого нету. А пришел Биенко, его спросил, а он зарыдал, потому что, ну все, край уже, никого не осталось. То есть человек учился с ними, дружил, тут бац, и никого нету. Представляете состояние, ему 21 год всего был, паренек, еще молодой совсем. Полинова Екатерина, дело начали 6 февраля, это прокуратура начало в тайне, никто об этом не знал, потому что место убийства их нашли 4 февраля, я так подозреваю. Потому дело завели 6-го, то есть 6-го уже на месте были прокурорский работник, сотрудники милиции, город Дело Ивделя, милиционеры, они уже были на месте, потому и возбудили дело 6-го. Вот и все. Прокурорские сразу знали, что никто никуда не вернется, потому что они были на месте убийства, видели лужи крови, трупы изувеченные, палатку порванную всю в крови и прострельную невозможно. Доложили в обком, естественно, оттуда команда поступила. Что хотите, делайте, никакого убийства, все убираем, закрываем, зачищаем. Ну все, приказ под козырек выполните все. что вы не знаете, когда человек в погонах, куда он денется. Александр Кузьмич, что мешает сейчас открыть все карты? Очень много мешает, Александр Кузьмич. Любой прокурорский работник, попытающийся открыть карты, будет уволен через секунду, понимаете? Цеховая солидарность. Представляете, все это однородно, тогда эти органы, грубо говоря, линчуют во всех средствах массовой информации, грязью обольют так, что никто этого не хочет. В честь мундира есть такое понятие. Цеховая солидарность. Поэтому будут молчать. Причем до последнего будут молчать. Даже эксгумацию проведем, допустим, проведут, выяснят, что вообще травмы криминальные следственный комитет дела у вас будет поносить открытым обстоятельствам. А прокуратура скажет, о, да, действительно убийство. Ну, не доработали, не знали, не помним. Извините, ошиблись. Давайте заново будем расследовать. Да, Арина, спасибо, что просите лайки поставить. Берта, ну, они на охоте были, охотники. Два рода охотились. Естественно, с карабинами. Они же на охоту пошли добывать дичь себе. Естественно, они были с карабинами. Зачем еще быть? Нет, Дмитрий Романов, на Тартен ребята не дошли. У них не было там крайней ночевки. Ребята убили недалеко от Кедра, чуть севернее. Не дошли они до Тартена. Да, Михаил Козлов, когда отпуск брать, это понятно, все со временем это определяться. Ну, путь такой надо будет от 41-го до 2-го северного, потом дальше по Лозви на Ауспию сворачиваем, поднимаемся на Хоэква, вместо святилища смотрим и так далее. Ну, план есть. В оконцовке, естественно, до Перевала. Дмитрий Романов, не было ребят на Тартене. Нет ни одного факта, что они были на Тартене. Да, Павел Чунаков, вот правильно спрашивали. Вопросы, друзья, пишем вопросы капсулам, большими буквами, пожалуйста, пишите. Дмитрий Романов, это не фото установки палатки, на ней не дятловцы. Забудьте эти две фотографии, как страшный сон. Это вброс в дело. И на Тартене нет таких пейзажей, которые на последнем якобы фотоустановке палатки. У них за спиной массивы леса, если вы посмотрите. Но это явно не Тартен. Да, Наталья Капустянская, произошло столкновение двух совершенно разных мировоззрений. Вы пишите правильно. Я тоже самое говорю. Никто не думал об опасности, понимаете. Все восприняли, как просто конфликт. Ирина Девяткина, почему никак не записали про поход на Тартен, скрывали, почему? Ирина Девяткина, они не скрывали, у них маршрут был на Тартене, а зачем об этом писать? Поднялись бы на Тартене, оставили там боевой листок и записали бы потом, когда спустились бы. Чуть Белоглаза, вы говорите, что Югин сам загубил свою жизнь, семей, детей. Надо было жить в полную силу за себя и за непрожитую жизнь своих друзей. Чуть Белоглаза, я здесь с вами немножко не соглашусь. В той части, смотрите, вот вы пишите, надо было бы жить ему на всю катушку, что в полную силу, вы понимаете, мы не знаем, что ощущал Юрий Ефимович. Такая трагедия наложила отпечаток, понимаете, вот нельзя за человека говорить. Видимо, не мог он так жить, понимаете, на всю катушку. Это тяжелая психологическая травма. Она все равно накладывает этот отпечаток на поведение и на дальнейшую жизнь. Но не мог он Люду Дубинину забыть, понимаете. Может такое быть у человека. То есть через себя не мог переступить. Нет, Дмитрий Романов, мы с вами, и я не согласен, и мои подписчики с вами не будут согласны. Ребят не было на Тартене. ни одного факта об этом нет. Так, Есен Мостояпов, Олег, последний кадр, где круги, ваше мнение, что это могло быть. Есен Мостояпов, вы имеете в виду, где огонь горит? Я не знаю, что там может быть. Могла просто засветка кадра произойти, вот и все. То есть кто-то с фонариком стоял, тот же Золотарев или Коли Тибу, и кто-то щелкнул спуском, и получилось 34-й кадр. Юра Криванищенко на пленку, кстати. Так, Юрий Береговой спрашивает, есть ли вероятность, что их убили у озера возле Атартена, зачем Зинний Купальник? Какая вероятность везде связана с черной добычей золоталмазов? Юрий Береговой, отвечу на ваш вопрос. Никакой вероятности нет, что их убили возле озера на Атартене. Это слишком далеко. Их убили недалеко от Кедра, чуть севернее. Потому и легко перетащили быстро на волокушах. До озера, извините меня, 11 километров от высоты 1079, если по верху идти по хребтам. А связанность черной добычи золота и алмазов, я не думал об этом, что там это могло иметь место. То есть нет никаких фактов, что там добывалось золото или алмазы. Саша Мацигора пишет, конечно, купальник как раз в озере плавает. Да просто взяла и взяла, господи. Юлия Петрова было интересно, сейчас пересказ. Нет, Юлия Петрова, это не пересказ одного и того же. Это сообщение людям, как будто очень много подписчиков, которые первый раз пришли. Вот и все. Не надо делать такие обобщения в том, чего вы не понимаете пока еще. не будет обобщения, у нас нет обобщения, я постоянно рассказываю что-то новое. Юлия, напомните, в каком видео вы рассказываете про конфликт с пастухами. Юлия, я рассказываю не в видео об этом, а на стриме. Посмотрите стримы с 26 декабря, вы все услышите. Я там фамилии даже этих пастухов называю. Андрей Анянов, младший, 39-го года рождения, и Шешкин. Это два пастуха. Они официальные, по уголовному делу проходят, они пасли оленей в этих местах. Да, Драгон Стойкович, правильно. Наталья Капустянская, версия лавины это вообще бред сумасшедшего. Я показывал склон, там 15 градусов летом, если измерять, а зимой там меньше гораздо. Никакой там лавины близко быть не могу. Интересно, я вам сейчас, если есть лавинчики, так называемые, сейчас за одну, хорошо, что вы написали, я об этом сейчас скажу. Смотрите, хорошо, лавина накрыла, кое-как разрезали, выползли. Зимой, когда люди ночуют в палатке, туристы, они спят с печкой, да, и все вещи, допустим, топоры, ведра, рюкзаки всегда ставятся наружу, накрываются, то есть подпирают стенку палатки. Скажите мне, пожалуйста, накрыла лавина, выскочили, как нам, нас уверяют, убежали вниз. А кто тогда назад в палатку закинул рюкзаки, пилы, топоры, ведра и так далее, скажите мне. То есть они, когда выскочили, замерзали, стоя в кольцах, в треку, в рубашках, такие, ой, нам надо все в палатку скидать, только потом, после этого, вниз пойдем. Логику включаем, товарищи лавинщики. маразм крепчал называется. Я почему всегда и говорю, давайте включать логику, не надо вот эти сказки хейтеров через букву услышать. Я их любой доводы расколочу в пух и прах. Простой логикой. Нет, Алла Илова спрашивает. Нет, пока нет. Да, Сергей, я с вами согласен, что под сомнение попадут и другие дела тех лет, возможно. Цеховая, в честь мундирова не забывать, цеховая солидарность. Никогда они не будут признаваться. Любой работник прокуратуры, который выступит и начнет это рассказывать, через 30, через пару минут будет уволен с волчьим билетом. То есть потеряет и погоны, и звания, и должность, и все такое. Естественно, они на это никогда, ни один следователь, там, младший следователь, помощник прокурора на это не пойдет. Своя рубашка ближе к телу. Знаете такую русскую пословицу? Алекс Боингов. Добрый день. Думаете, были у них огнестрельные ранения? Алекс Боингов. Я подозреваю, что огнестрельные ранения могут иметь место. Но рассказать нам об этом сможет только эксгумация из останков ребят. Татьяна Афганцевна. Олег, кто был там, рассказывает, что испытывает чувство умиротворения, покоя. Интересно почувствуете вы? Татьяна Афганцевна. Я не знаю, что я почувствую, когда я буду на перевале. Юлия Петрова. Никогда веру терять не надо. Надо верить до последнего. Ирина Воробьева. Такое ощущение для прокуратуры гибель группы Дятла до сих пор страшный сон. Столько лет прошло. Ирина Воробьева. Скажу вам очень коротко и, может быть, иносказательно, потому что это интернет. Я прямо не могу многие вещи говорить. Ну, запрещено законом и так далее. Вот смотрите, было совершено тяжкое преступление, массовое убийство. Бывают укрытия преступлений иногда, да, от учетов. И раньше это укрывали, и позже укрывали. Если приезжает какая-то комиссия, находит, естественно, летят погоны, головы и так далее. Вот и все. Я надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Берта пишет, ребята ставили лобаз, почему его не нашли? Берта, ну, потому что ребята ставили лобаз, их всех убили. А кроме них некому показать этот лобаз. Найти его невозможно от слова совсем. Вот и все. Наталья Миниченко считала, огненные шары это природное явление. Да, Наталья Миниченко, по всем данным это природное явление. То есть, типа шаровых молний, плазмоидов и так далее. Это природное явление. Это не не человеческих рук дел. А, вот мне пишет из Литвы, из города Каунас, Азазелла, 177, зашла сказать. В комментариях мы с ней, я ей отвечал на вопросы. Зашла лайк поставить. Спасибо, Азазелла, спасибо вам. Вот из Литвы моя подписчица, из города Каунас. Спасибо. Да, Миша правильно пишет. Зачем Олега беспокоить? Мы здесь. Так, Ирина Анисенкова. Добрый день. Почему же не инсценировать все под замерзание, как под главную версию не оставлять столько загадок, вопросов? Спасибо, привет из Киева. Ирина Анисенкова. Ну, они инсценировали замерзание. Почему? Они же фальшивую палатку воткнули, туда скидали кучей все вещи, разрезали ее. Типа, ребята убежали, трупы на одной линии примерно сложили Дятлова, Калмогорова и Слободина. И под кедр кинули Дорошенко с Криванищенко. Инсценировали, что замерзание было. Почему не? Делали на «Отзовись» называется, торопились. Считали, что прокатит, но и типа прокатило. Хотя весь Свердловс говорил, что ребята убили таежные охотники. Да, Наталья Капустянская, она в работе, Юра Юдин, он весь в работу ушел, он состоялся вполне, да. Начинал простым инженером-экономистом, дослужился до начальника экономического отдела и дальше пошел. То есть, он ушел весь в работу. То есть, получается, он работал, чтобы забыть это все. Человек работал. Наталья Капустянская, да прокуратура, естественно, может, что хочешь подсунуть. Только тут маленький нюанс, не прокуратура будет следствие вести, а следственный комитет, если дело возбудит. Прокуратура, она не ведет следствие. У нее функция только надзора, надзора за делами и поддержка обвинения в суде. Она не ведет расследование, как в полной рамке, как это раньше. То есть, с образованием Российской Федерации разделили прокуратуру и создали новый орган Следственный комитет. И Следственный комитет обладает правами возбудить дело, закрыть дело и расследовать. Это я вам рассказываю просто, как вот иерархия сейчас идет у нас по испруденции. Кто не знал. Прокуратура не ведет расследование. То есть, функции у нее, эти отобрали уже давно. Проверка это не расследование. Так, Татьяна Ефимовна, Олег, что вы можете сказать о якобы имеющихся место показаниях Манси, что тела туристов как будто летали по склону от Артена. Чем такие показания вызваны? Татьяна Ефимовна, такие показания вызваны, чтобы отвлечь следствие. То есть, придумать сказку и отвлечь от своих соплеменников. Внимание. Так мы и до левитации договоримся. Такими темпами. Да, Алито, писатель Архива почему-то переключился на версию Техногена. Да, почему-то он поддерживает. Но там Техногена и близкого нету никаких признаков. Да, Карелис Волкер пишет правильно. Почему лавина смяла черепа? Она не смяла ведра, печку и даже пощадила кружку с какао. Кружка с какао там была, да, замерзшая. Да не было там лавины. У Игоря Дятлова ладонь разрезана налево, защищался от ножа, когда, видать, ножами стали убивать, бить. А что вы? У лавины ножи есть, что ли? И лавина такая умная, что потом все вещи и рюкзаки забросил обратно в палатку. Хорошая лавина. Алла Илова. Стримы там невозможно проводить с перевала, потому что там нет интернета. Там нет связи вообще с этого. Я просто хочу снять документальный фильм. Для этого мне нужно будет экшн-камеру какую-то купить хорошую. Ну и так далее. То есть эти пауэрбэки, аккумуляторы и все остальное. Я просто хочу снять документальный фильм. Именно как шли дятловцы, где они были, вместо их ночевки и далее. Вплоть до места убийства. Ну и на перевал, естественно, кедру. То есть для меня важна камера хорошая и побольше аккумулятора. Ирина Девяткина, понимаете, это все равно та же цеховая солидарность и честь мундира. Но не мог он признаться в этом. Не мог, понимаете. Во-первых, на него бы тоже сразу обрушились и залинчевали и заплевали. А про шары писал просто зарабатывал деньги. То есть его пенсия в 90-е в труху превратилась. Он пенсию получал как в Совете и все это было очень востребовано. Он стал писать статьи. Человек зарабатывал на жизнь. Добавку к пенсии, не более того. Не стал бы он признаваться, он до смерти так и не признался, что это на сценировке было. Сами понимаете, как бы соседи с ним разговаривали и так далее. Вслед бы плевать могли. Люди же разные есть. Потому он не признавался, боялся последствий. До самой смерти молчал человек. Татьяна Ефимова. Я вот прочитал, да, лично никогда не рассматриваю весь этот вид. Я тоже это весь этот не рассматриваю, потому что это просто бред. Вам казалось, что Манси как раз видели, как скидывали тела ребят с сценировщика. Нет, Татьяна Ефимова. Манси тогда уже к тому времени там не было. Они убили ребят и ушли давно. То есть там были только инсценировщики, четыре милиционера и прокурорский работник. Фамилию моего, к сожалению, не знаем. Больше никого там не было в то время. До самого того времени пока палатку не нашли. Так, друзья, давайте будем завершать. последние вопросы задавайте и будем прощаться. Да, я на перевал хочу сходить. Мы командой пойдем. четыре человека скорее всего, если нормально, может, пятером, но в четверо наверное. Две боевых двойки. Четверка, как у нас в армии было. Боевые двойки работают. Один прикрывает спину другому и так далее. поэтому четыре человека самые оптимальные. Хоку будет, Михаил, просто давайте, ребята, последние вопросы. Хоку обязательно. Ты что? Конечно, будет. Это традиция нашего канала, друзья. Хоку будет, Саша, Ирина Девяткина, будет Хоку, не переживайте. Наталья Бьюти. Хороший вопрос. Чем отличаются народы друг от друга Ханты от Манси? Наталья Бьюти. Понимаете, там немножко разные народности. То есть, Манси пошли от Вагулов, Ханты там от другой. То есть, немножко ветви разные у них и разное ареал обитания. То есть, Ханты, они северо-западней жили, Манси здесь жили, получается, юго-восточней. Ну, это разные нации, да. Но, смотрите, что интересно. Вот Бахтияровых род, например, изначально Ханты, то есть, они там выросли. Но потом они через хребет сюда пришли и ассимилировались и стали Манси. То есть, уже дети там, внуки рождались, стали Манси. Но изначально Бахтияровы Ханты, да, по рождению, по месту рождения. А вообще, Манси пошли от Вагулов, древняя нация Вагулов на этих местах жили. Елена Воробьева. Ну, это у меня мечта снять фильм, не знаю, как получится, понимаете. То есть, очень много должно сложиться плюсов и что получилось. Но мысль у меня есть снять фильм документальный. Валентин Ленков пишет, но не знаю, Валентин. Валентин, понимаете, ну, это же все такое с собой брать. Рима пока не... Нет, зимой ребята рюкзаки наружу оставляли, потому что рюкзаки крали площадь палатки, то есть, спать. Их не оставляли на ночь, не заносили на ночь. Их выставляли, подпирали стенку палаткой, накрывали чем-то, сверху просто. То же самое, как и ведра, где готовили пила, двуручные топоры и так далее. Все выносили наружу. А, это вам инструктор говорит, что в лесу... Ну, это может быть, да. Но там не было беглых зеков, так что бояться было особо никому. Места слишком глухие, там не бегают зеки. Берта, будет Хоку? Вы последние вопросы задавайте и будем завершать сегодняшнюю встречу. Да, Галина Зыкова, вам спасибо. Спасибо. Вы не расходите, только вопросы задайте и будем... Хоку, послушайте, пожалуйста, японскую поэзию, кому нравится. Оксана Саддаева, вот вы написали мелкими буквами и не стали капсом писать. Я просил капсом, но я зачитаю ваш вопрос. Приблизительно, в каком месяце будете озвучивать имена убийцы и причины убийства. Хотелось бы мне уже какой-то конкретики. Оксана Саддаева, конкретика будет после того, как мы все аспекты этого дела разберем и будет потом конкретика. Я озвучу имена убийцы и причину убийства. Вернее, сначала мы причину озвучим, имена будут в самом конце и будет реконструкция самого убийства, как это происходило. Но сначала мы должны изучить все обстоятельства дела, потому что многие люди вообще ничего не знают в этом деле. Вы понимаете, вот сразу рассказать, как это было, некорректно, потому что это складывается из многих кирпичиков, это пазл целый. Когда мы разберем все обстоятельства, подойдем к этому конкретно, то есть я расскажу, что там происходило на Хойеке, как это происходило, почему это происходило. То есть это будут кирпичики пазл, чтобы люди понимали, что я это не из воздуха, не понимаете, взял это все. Ирина Воробьева, интересный вопрос задали, потомки убийц в курсе, что сделали их предки. Ирина Воробьева, я думаю, все в курсе, вся народность, все, кто знал, они были все в курсе и до сих пор в курсе даже, я так подозреваю. Все они знают. Сегодняшние живущие потомки, внуки, правнуки, они все знают. Ну, как все, они знают, что их соплеменники совершили это. Подробности, конечно, они могут и не знать, но факта не знают, но никогда не признаются. Юлия Петрова спрашивает, только мальчиков берут в поход. Да, Юлия Петрова, мы пойдем чисто мужской компании, то есть девочкам там не место. Большие трудности девочки могут не выдержать. Мы пойдем сами, мужской компании. Мечта у меня, Мэри Леди, снять фильм. Не знаю, вы понимаете, в каком году это получится и как это получится, но мечта такая есть. Там, естественно, этот поход будет очень затратный, то есть надо будет деньги где-то брать. Не знаю, затраты будут, потому что снаряжение, даже если летом, все равно в любом случае, снаряжение и продукты надо будет и все остальное. Ну, снаряжение обычное, сапоги хорошие, полуболотные там, штормовка, естественно, на комарник там, рюкзак хороший. Ну и все, мелочевка все, фонарики, саперная лопатка и так далее. Ну, а по остальной все продукты только. Ну, самое затратное, конечно, будет экшн-камера хорошая и пауэрбэки, аккумуляторы запасные. То есть надо будет очень много. О флешках я не говорю, флешки они не такие дорогие. Память можно, а вот именно питание и сама камера. Это будет стоить, так скажем, больших денег. Я так подозреваю. Я цен не знаю, конечно, но подозреваю. То есть весь поход будет приурочен к тому, что пройти по маршруту дятловцев и снять фильм документальный. То есть это даже не расследование будет. Это будет 60 лет спустя или мы вернулись. Вот такой, ну, примерно название у меня есть. Но первая часть названия 60 лет спустя она так и будет название. Ну, дальше варианты какие-то я, допустим, что-то изменю потом. То есть фильма нет, я уже название знаю. Да, задавайте последние вопросы, друзья. Роман Чесневич, спасибо большое. И вам здоровья. Спасибо за здоровье мне пригодится, если честно. Вот за пожелание здоровья от Романа Чесневича отдельное спасибо. Спасибо вам, Роман. Да, Полина Викатина, обязательно летом пойдем. Потому что сути здесь не меняют. Не обязательно, понимаете, в мороз идти, зимой по снегу там. Придя туда летом, там тоже самое можно и почувствовать. Только мороз не будет. мешать. Не нужны будут лыжи и так далее. Теплые вещи. Да, Карлис Волкер, спасибо. Мой Лак 231. Ставьте лайки, друзья, спасибо. Так, Арсений Осипов, спасибо за эфир. Ваша версия стопроцентная, только люди убивают. Да, Арсений, вот вы сейчас сказали, вот товарищ сейчас Арсений Осипов сказал вещь такую очень, как бы выразиться. В общем, он сказал, мысль такую, которая получается почти со стопроцентом. Только люди убивают, действительно, вот в этой ситуации, да. как ей люди убивают, я уже это знаю, и не только я знаю. Кто старый, мои подписчики тоже знают прекрасно, кто это был. Миша пишет, ты все Юлию с собой взять поход хочешь? Миша, я хотел мужским коллективом сходить, потому что женщина все-таки может не выдержать, не всегда. Понимаешь, я могу без еды, без питья идти, как заведенная, а женщина обязательно еды надо, привал сделать, отдохнуть, а я буду идти, идти, как танк, вперед. Я могу не есть, не пить идти, мне без разницы. Но это все обсуждается Юлия Петрова, это не точно, поэтому вы сильно не расстраивайтесь раньше времени. Пойдем, скорее всего, четверкой, то есть две боевые единицы, две пары боевые, как в армии. Это проверено временем, такое построение боевое. Боевая четверка идеальный вариант. Двое мало, трое тоже, четверо самая ту. Любая ситуация, что-то случится, несчастный случай, всегда можно донести, помочь и вынести человека. Я с этой точки зрения четверку. Юлия Петрова, не расстраивайтесь, это просто предварительно, это просто вообще наметки, так скажем. Поэтому мне бы не хотелось женщин брать в поход, но не знаю. но сложится так, что может и женщину возьмем, почему бы нет. Даже может, если две женщины захотят с нами идти, почему. Вот может, старина петербургская соберется. Да вы, Юлия Петрова, вот уже. Не, Юлия Петрова, если вы серьезно хотите, вопросов нет, как говорится. Если у вас есть соответствующая подготовка, Ольга Кеммер, у всех ребят были часы, остановились примерно одновременно, спасибо. Ольга Кеммер, не, часы встали в разное время, но это и нормально. Заводятся-то часы у каждого по-разному. Не у всех часы были. Про часы я могу, кстати, отдельно сделать. Видео, наверное, я сделаю. У меня есть материал полностью. То есть, часы это не показатель, когда они остановились. Так примерно мы можем, конечно, считать. Андрей Севков, а вечерний атортен, да, вы не писали ни в палатке, ни на склоне. Вечерний атортен ребята раньше написали, еще когда по АУСПе шли. Палатки на склоне вообще не было, Андрей Севков, вы же понимаете. Татьяна Ефимов, терпение и удача, осуществить все то, что вами задумано. Да, замыслы большие. Михаил Козлов пишет, Олег, четверка, но не война же. Михаил Козлов согласен, не война же, но я как человек военный офицер, я все-таки всегда готов, поэтому извини, многолетняя выучка. Какие выводы сделали по эксгумации тела Семена Золотарева? Вера Колова, какие могут быть выводы? Это тело Семена Золотарева захоронено, действительно, его убили, обнаружили сломанную лопатку, я реконструировал событие, примерно объяснил, как была сломана лопатка. Светлана Волга, я сказал, москитная сетка будет обязательной, мази будут, естественно, от комаров, москитка будет обязательной, июль месяц будет самое теплое время и самое удобное. Ирина Воробьева, какие эксперименты я хочу провести на месте, я пока об этом не скажу, разрешите умолчать, сохраним интригу, но эксперименты я проведу, и на Хоэкви проведу, и еще кое-где проведу. Да нет, стрим не висит, Ирина Девяткина. Так, давайте будем завершать вопросы. Последние вопросы отвечаю Хокку и будем завершать на сегодня. Друзья, не забывайте в среду в 12 часов московского времени наша встреча будет, будет еще интереснее, чем сегодня, я так думаю. Андрей Семенов спрашивает, вы давно занимаетесь этой темой? Андрей Семенов, я этой темой всю жизнь занимаюсь, можно сказать, с детства, так скажем. Меня всегда интересовало, почему эти ребята погибли. до Михаила, скорее всего, это вместе пойдем, ты пойдешь, Саша Мацигора с нами пойдет, Паша Чунаков, наверное, согласится, как у кого планы будут. Но это будет июль месяц, не знаю, как получится. Миша, Хокку будет, сейчас, все, секунду, последние вопросы, все. Нет, осенний, Осипов, проводники мы не возьмем. Еще раз говорю, я там прекрасно ориентируюсь, GPS есть, мне не нужны там проводники, тем более летом. Я эту местность прекрасно настолько изучил, я сам там пройду. А в район Перевала, где высота тысячи девять, Хула Чахль, до Тортена, я могу и сам водить людей. Вот Сергей пишет, с вами очень хочу в поход, есть армейский опыт похода, связист, да и финансово помогу. Да, Сергей, пока об этом речи не идет, мы пока просто приду, пока так сказать, планы, планы. Если есть армейский опыт, прекрасно, я армейцев уважаю, армию закалку прекрасную дает. Если по горам тем более лазил, мне пришлось по горам побегать с Калашником. Так, Хуаку будет, Татьяна Филовна, не уходите, сейчас последний вопрос. Так, Андрей Севков, всем удачи, терпения, спасибо за эфир, спасибо, Андрей, что смотрели. Валентина Сатанычева, спасибо за стрим. Валентина, да, вам тоже спасибо, маме вашей здоровья пожелаю, пусть выздоравливает. Так, Людмила Спиридонова, Людмила Спиридонова, про комаров, про комаров я знаю, тут уже, как говорится, мне не надо рассказывать. Я сам на севере вырос, знаю, что такое комары, там летом, комары и мошка в глаза, которые пиваются. Я же не всегда в Новосибирске жил, поэтому опыт имеется. Он мне напишет, не советую брать женщин, одни проблемы будут. Олег будет в планах с Манси пообщаться, если встретите. Мэри Леди, конечно, пообщаемся, встретим, пообщаемся, почему нет. Так, все, друзья, теперь будет хокку, давайте, потому что люди ждут, я не могу не выполнить просьбы своих зрителей. Да, Михаил Козлов, по горам пришлось побегать, и не одному. Я пацанов там водил, и потом живыми их вернул, всю группу. Светлана Губарева, я заканчиваю, вы написали пототел Зины Игоря Рустема сравнивая с телами под кедром, кажется, что первая тройка была мокрой одежде. Светлана Губарева, это как вариант, но мы можем предполагать, что их могли воблить водой, либо специально в ручей куда-то роняли. Это да, как вариант. Ирина Воробева пишет, нужно отдельный чат желающих присоединиться к вам по ходу. Ирина Воробева, не переживайте, разберемся. Желающие в поход они всегда подберутся. Кто-то отсеется, кто-то соберется. Итак, Хоку. Луна проводник зовет, загляни ко мне, дому дороги. Скучные дожди, сосны разогнали вас. Первый снег в лесу. Протянул ирис листья к брату своему, зеркало реки. Снег согнул бамбук, словно мир вокруг него перевернулся. вот интересный бамбук, бамбук, Очень философский. Сейчас, друзья. Полевой цветок в лучах заката пленил меня на миг. Классно. Вишни расцвели. Не открыть сегодня мне тетрадь с песнями. Веселье кругом. Вишни со склона горы. Вас не позвали. Следующий. Надвишни в цвету спрятались за облака, спряталась за облака скромница луна. Тучи пролегли между друзьями, гуси простились в небе. Лесополоса на склоне горы, словно пояс для меча. Интересно. Все, чего достиг, на вершине гор, шляпу опустив, прилег. Ветер со склона Фудзи в город бы забрать, как бесценный дар. Ну вот, друзья, на этом мы сегодня с вами закончили нашу встречу. Я думаю, она была полезной. Люди посмотрели фотографии немножечко, как что было. Вот на заставке будете в стриме пересматривать стрим. Вот это место, то есть кедр, настил ручей, чтобы вы знали, где это располагается. То есть нижний низ фотографии север, а вверх это юг получается. И путь на высоту тысячи семьдесят девять это с правой стороны фотографии, туда-направо. Я думаю, лишним не будет, кто-то понял, теперь место посмотрел. Потому что в гугл карты не передают этого все-таки вот места, как это было. А это фотографии именно этого места, май месяц, то есть уже многое расставило. То есть это сделано в мае, перед самым закрытием уголовного дела, уже когда трупы увезли. Вот ребята из группы Аскинадзе фотографировали, там Борис Уоров, либо сам Аскинадзе фотографии делали. Вот кто-то из них, чья фотография. Так, Мэри Леди, спасибо за стрим, за ответы, терпение, удача. Да, до новых встреч, Мэри Леди, спасибо. Приходите еще. Павел Ченаков, спасибо, до стрима, до среды. Друзья, в среду в 12 часов московского времени жду всех опять. Приходите, пожалуйста, на мой канал, будет стрим, будет интересно. Новое будет интересное. Исток 1 на фото, где поисковики на дубленке лежит что-то похожее на джойстик. Это мы называем джойстик, но это не джойстик, скорее всего, исток 1. Вряд ли это джойстик. Да, спасибо, друзья, что приходились. Так, давайте отдельно спасибо скажем нашему модератору Арине Петербургской. Она сегодня очень хорошо поработала. Она моя правая рука помогает мне. За что ей большое спасибо, Арина. Спасибо вам. Спасибо моим подписчикам, кто пришел сегодня, кто лайк ставит. Спасибо вам большое. Спасибо, кто помогает моему каналу бескорыстно. свои пожертвования перечисляет на карту Сбербанка. либо на пейпал, это для заграницы, для зарубежных стран. Спасибо вам большое. Саша Мацигород, до свидания. Ирина Воробьева, до свидания. Михаил Козлов, до свидания. Спасибо. Лена Ткаченко, до свидания. Юлия Петрова, до свидания. Спасибо, что приходили. Рима, до свидания. Ну, всем, всем до свидания. Берта, до свидания, кто сегодня был с нами. Ирина Михеева, все, все, до свидания. Карлс Вокерт, конечно же, до свидания. Да, Карлс Вокерт, огромное спасибо за венужство пацанов, Батяня Комбат. Гаррис Вокерт, я командир разведроты был, не комбат, но, тем не менее, пацанов я всех привез. Двух сотых не было в ту командировку. Да, всех привезли, приехали, все нормально, все живы, здоровы были, слава Богу. Михаил Козлов пишет, Олег не уходит, давай еще хоку. Нет, Михаил, на сегодня хватит. Хорошего понемножку. Да, Алла Синицына, спасибо, смотрела по телевизору, до свидания. Алла, приходите в среду в 12 часов московского времени сюда на канал, тоже будет стрим интересней. А тему пока не скажу вам, сохраним интерьеру. Мы уже подбираемся, скоро про гору Хуэква поговорим и так далее, то есть уже у нас, в принципе, осталось немножко. Там по Семену Золотареву надо кое-что вам будет рассказать еще. 41 квартал, по Пашину, и там уже практически мы перейдем на Хуэку. Арсений Осипов, спасибо, Арсений Осипов, спасибо большое. Ксюша Победаш, спасибо, что приходили. Ну все, друзья, давайте будем говорить до свидания. Не прощаемся. Так, сегодня с вами работал для вас Олег на канале Мысли об истории. Также работала Арина Петербургская, мой модератор. Всех благодарим за внимание. Приходите в среду. Ну и по традиции все еще только начинается. До встречи, друзья. Давайте. спасибо за внимание. Арина Петербургская, Продолжение следует...